Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас необычный первый трай. Мы попробуем... Как же громко! Вот, так лучше. Ну, он не запоминает. Точнее, запоминает, но если ты альтабуешься при старте игры, то он не применяет настройки, которые были. Короче, сегодня я ради разнообразия решил провести амнистию очередную в чатике. Так что, если вдруг вы на ГГ были забанены в чатике за совет, за какую-нибудь там хрень, наверняка за дело, за дело. Не переживайте. Я уже забыл. Я уже забыл. Вот, на самом деле не помнил, но... Короче, вот, все нормально. И сегодня ради эксперимента я хочу снять мораторий на советы, на запрет советов, так скажем. Вот, как здоровье? Вебби отлично здоровье. Шея, правда, все равно каждый вечер почти начинает потихонечку болеть. А это очень странно. Вот. Я бы еще хотел в... Сезарян говорит. Для начала позволить выразить благодарность за амнистию принести глубочайшие знания за свой вопрос, который был создан как совет, чтобы привел к баню. Позвольте задать вопрос про механику игры в глобальной карте. Провел первые пару миссий по освобождению стартового региона и покинул его, поставив всех на консапирацию. На протяжении уже трех месяцев сила адвента увеличивается, не приставая. Да, сила адвента не зависит от твоих активностей. Не знаешь, есть ли связь между миссиями освобождения и наращиванием сила адвента. А, то есть ты его освободил, там сила адвента все равно нарастает. Но там же не будет никакой активности все равно. Просто сила региона, ее оттуда можно вытаскивать, ее оттуда можно привлекать. Ну, я так далеко не доходил, поэтому. Давай перед стримом проговорим связки бойцов, которые зашли. А тут урогом много чего попробовали. Ну, я в этом трайве хочу еще, как отродье, попробовать сделать снайперов чисто ради рейдов за материалами. То есть ходить на рейды вне зависимости от того, сколько тебе денег дали. То есть и брать туда именно снайпов в связке с ниндзей, какой-нибудь кто-нибудь на саппорт, типа ракетчик или пулеметчик с массовым подавлением. Для того, чтобы не зависеть от рандома и для того, чтобы получать много трупов и много экспы. Снайперы хороши на миссиях таких по рейдам, потому что там нет вообще ограничения на количество ходов. Если тебе удается первые паки, которые рядом, уничтожить, дальше и дело техники. Как остальные их расстрелять просто на дистанции. На это нужны приклады, на это нужны, собственно, сами снайперы. Я думаю, что можно компромиссно делать. То есть выращивать снайпов, оставлять их в качестве советников на убежище. Потому что такие миссии, когда ты... Ну, когда ты вычисляешь безликово, они стартуют сразу. И там у тебя должен быть нужный боец, то есть нужный снайпер. Но когда идет рейд за материалами, ты спокойно можешь вытащить тех снайпов, которые у тебя есть, и пойти на рейд. Потому что мне не очень нравится идея рандома на таких миссиях. Пусть будет лучшим максимум, пусть будет лучшим тир повыше. Но если мы научимся такие миссии проходить, то будет большой подспорь. Вот. Советы должны быть дельными, это засыпает глупость. Ну, скорее всего, это когда-то прекратится, просто после определенного такого трэш-холда, после преодоления некого порога, оно все равно прекратится. Потому что, ну вот, например, ХС Майк пишет, меня удручает, вы выбрали против снайпов. Ну и вот сиди, удручайся. Чего? Что это? Совет, не совет? Аргументы какие? Что ты вообще? Что ты? Что ты хочешь сказать? Стараемся выражать свои мысли просто грамотно. Только не баг, не советую ничего не буду, потому что сам играю на домохозяйской сложности с сейвами. И это есть такое. Двольный. Так, так. Чемандра, добрый день, я не играл, поэтому только диванный эксперт достаточно хорош для советов. Не знаю. Мне не советует рекомендация поставить два мода. Один сейчас я не буду моды ставить. Потому что, ну, надо закрывать игру, ставить, удалять содержимое, перепроверять. Оно может крашиться, мы уже сто раз так делали. Поэтому... Двая пулеча в отряд, они клевые. Чем? Чем они клевые? Они медленные. Нож у них юзается хуже, чем у ниндз. Они людей не убивают, они людей останавливают. Мне хватает людей для того, чтобы убивать людей. Их большие пушки, понятно. Так, давайте. Давайте попробуем стартануть. Но общая тема у меня все-таки по мэкам все еще не реализована. Я хочу проверить эту самую... Ну, не то чтобы гипотезу, но эту ветку развития. Мне очень понравились мэки. Но последние два трая я не смог нормально в них выйти. Просто потому что, ну, старты были не очень удачные. Один раз я потерялся... Ну, последний раз я двух товарищей потерял. Просто не хотел этого делать. В целом состав... Сколько мне нужно снайпов на миссию? Человек пять, наверное, да? Человек пять, скорее всего. Вот, в целом у меня такой же план по спецам, по гранатометчикам. Может быть, я остановлюсь, кстати, на 4-4, а не буду делать 5-5, чтобы было больше свободных, так скажем, классов. Давайте слышим. О, не тот, не тот у меня этот. Чатик. Никто не сказал, я сцену не приключил. Советую начальные огневые группы формировать и штурм шиноби. Штурм станет, шиноби убивает. Шиноби? Штурм плюс шиноби? Кто такой шиноби? Шиноби нельзя. Не, я не собираюсь пока по классам серьезно менять. То есть у меня штурмовики будут идти только на секретки. Ну и на определенные миссии контактные, типа разбойного нападения. А они я буду использовать главным образом для, ну, опытных, для конкретных миссий. Но там их будет, скорее всего, всего парочка, на самом деле. Все, что ли? Да. Бывает. Не встретил науверик, к сожалению. Ладно, погнали. Искры, да. Середина игры руля, дальние представляют заграничные прокачки и более плохих перк в начале имба. Но мне бы хотя бы до середины дойти. Я не хочу себя лишать этой... этой идеи. Ну, это уже такой совет-слэш-спойлер, на мой взгляд. То есть... Я не буду отказываться от плана по искрам. Так, что мне делать? Мне нужно справа человека, как желательно бы убить даже. Пусть будет даже с гранатой. Тем более, у нее... Видите. Ну, это минус труп, кстати. Это плохо. Нах-ты как. Через раннюю партизанку вторым зданием были мы слить. Нет, если мы идем через... Через мэков, то это не... Офига себе, у него точно с ним... Ну, это дистанция такая, плюс полу-кавер. О, верстал. О, следующая пачка. Ну, там она не согрена еще пока что. Да, взрывать пришельцев совершенно необязательно. Офига себе. Я не собираюсь менять состав бойцов. Не собираюсь. То есть, у меня есть гипотеза. Я хочу ее проверить. У меня четко люди распределены по ролям. И те же самые штурмаши, которых я выделил на секретной операции, они справляются с поставленной задачей так, как я предполагал. Так, как я и хотел. Я сейчас играю на максимальном уровне сложности, но с сейвами понятненько. Ранее было несколько трефс по аватару. За игру все четко. Доказание, смотрим, ДСА-билки. Разрыв брони крайне полезен. Чем раньше приходит Искра, тем легче избранным. Максимальный фокус избранного. Максимальный фокус избранного. Максимальный фокус избранного. А, типа... Такая избранная же разная. И какая разница? Ты его... У меня другой опыт по избранным. Точнее, по тому... Абсолютно ситуативно принимать решение по тому, убивать избранного сразу или нет. Блин, а чё я зомбаря-то не... Надо мне зомбаря закинуть сначала. Но я же его не убиваю. Хеллс, привет. Потому что убиваю. Там же разные ситуации бывают. Иногда тебе избранный вообще 3-4 хода не мешает и находится чёрт знает где. Потому что, типа, на него даже вредно лезть. Потому что, значит, максимальный фокус избранного. То есть, ты пытаешься сделать какие-то универсальные правила, исходя из... Ну, возможно, у тебя какие-то типовые миссии были, но... Ну, типа, что это правило распространялось. У меня были разные миссии. Дракул хороший выбор. Можно вместо бронебойки давать бойцам различную папу и муницию. Да, дракул хороший. Я его, когда доходил, брал в прошлый раз. Ага. Что за... Дети. Так, ну здесь надо было пострелять, конечно. Хороший выстрел. Да, крит пропёр. Повезло. Вообще класс. Что там по гренке? Привет, Азмус. Я встал только произбранно с брафом. А, с бафом на 2000 урон. Не помню такого. Просто первого хода появления не бафается. Сейчас появляется в пределах полухода. Ага. Ну, я думаю, ситуативно. Исключительно ситуативно. Понятное дело, если у тебя есть возможность его ДПС, надо ДПСть. А вот третья пачка. Прожми здесь стрим, я с больницы ещё это понял. Всё, сейчас сделаем. Так. Четыре стрима. Погнали. Так, там уже оверы стоят, да? Два овера стоят. Ну, в целом здесь один флангуется, сто процентов. Я бы с места, конечно... А-а-а-а. Сюда не допрыгиваю. Хотелось бы. Чё, серьёзно, никак? Ну, это опаснее, я думаю. Снимаем овер. Хамблби, здравствуй. Вот это... Вот это Хамблби. Привет. Добрый... Добрый день, добрый вечер. Рад видеть, слышать, слышать, видеть. Серьёзно, никак? Или я его просто отсюда не вижу из-за закрытой двери. Ну, хотя вряд ли. Не, не хочешь открыть дверь? 58, 46. Нет, это не фланг. Это же не фланг. Так, подходим. Я бы ещё закинул дезориентацию одну. Здесь сразу берём... Берём дропчик. А, вон, вижу, можно допрыгнуть. Не увидел я что-то сразу, сразу эту штуку. Сейчас мы сверху постреляем. Фокс Сэм, привет. Встану. Так, на полное укрытие. И нормально, по-часовому заряжу. Пару раз. Играем через заступников исключительно из-за взлома. Из-за приказа на взлом. У меня там был один не дезориентированный. Я бы... Я бы его, конечно, закрыл. Даже бы кинул грянку туда. Черепной бурдаёт, не даёт. Не даёт, к сожалению. Давайте попробуем солдат Адвента покоцать. Уже лучше. Всё вроде, да? Нет, ещё есть даже. Открывай сразу чёрный рынок. Сначала поймай миссии, так должно быть больше времени выполнять их. Ну, тогда просаживается... ...время, которое... ...тратит инженер на первые секретные миссии. Вместе два бур он даёт. Ну, это же когда дойдём. Нормально. Это странные... ...странные темы. То есть... ...когда живу, я же увижу, что черепной бур в следующего тира даёт взлом. И всё. Он того стоит, первые миссии сейчас тридцать меньше. Может быть из-за того, что они генерятся со старта. Давайте попробуем ради разнообразия, да. Посканить сначала, а потом уже влететь на чёрный рынок. Потому что вполне вероятно... ...они генерятся на старте. И мне их желательно на старте пытаться ловить. Сейчас мы только разберёмся с этим неубиваемым просто Нео. Отдавай я сразу его... А, не могу, да? Сейчас ещё убьёт никого-нибудь. Поцарапайте его, ребят, ну. Ладно, есть гранаты, если что. Не хочется взрывать, потому что, как бы, лут он есть. Он и в Африке лут. Они всегда генерятся со старта. С таймером 9-11 дней быстрее найдёшь, больше останется. Окей. Первую миссию прошли ловко. Несмотря на не очень хороший старт, но... ...в целом, всё нормально. Ну, я имею в виду, что овером не было. Привет, АМД-доктор. Новый трайв включить... Да, Красный Туман нужно включить. Сейчас мы... Неизменить настройки. Было бы ещё проще с Красным Туманом, а то я коцал у людей, а они не страдали. Меткость хорошая, кстати. ПБМ-ка на восприятие. Хороший мод. Так. Я бы выделил всё-таки где-то четырёх снайпов для начала. Не знаю, стоит ли их качать на регулярных миссиях, это сложно. Ну, хочется... Хочется всё-таки... ...попробовать... Надо выделить кого-то ещё в качестве советника убежища. Точных нет на старте. Есть неплох... неплохие два специалиста. Но только два. 13 и 10. Ну, 9 и 8 ещё, окей. Командер, the lab is currently idle. We're wasting valuable time and research. Заходим, исследуем. Средства связи с сопротивлением. Ютуб не алё? Да должен алё быть. Но... Сделал стоп-старт. Так, хорошо. Значит, давайте попробуем миссию действительно найти. Со старта не лететь на чёрный рынок. Командер, we currently have no new supply. Кого-то нужно выделить... Кого здесь выделить? Здесь два человека под спецов, 7-7. Но один, Феликс, он довольно манёвренный. И его жалко на спеца выделять. Тем более, если мы берём спеца с оверами, то точность решает. Поэтому лучше взять каких-нибудь 8-9, 4-14, 4-15, 6-7. Вот этих вот двоих. 9-8 по взлому. Ну и здесь тоже 68-65 лучше, чем эти. То есть 4 спеца у нас уже есть. Инфа из кода игры. У миссии возьмись. Здесь требование по силе бдительности. Реет на материалы. 4... 4-1. За счёт передатчика 3. Ага. А, сила 3, бдительность 2. Сила 4, бдительность 3. Вот это очень интересная информация, на самом деле. Потому что фактически это триггер миссии. Точнее, не триггер, а условия. То есть если где-то есть сила адвента 5, то... А, это рейд за материалами. Почему ты пишешь рейд, а потом защита передатчика? А, это рейд за... Рейд на материалы. Это тоже карательная миссия. Понял. 4... 4-1, 3-2, 4-3. Надо запомнить. 4-1, 3-2, 4-3. То есть, по сути, не может быть карательной миссии... Это минимальные значения? Это минимальные? То есть, если сила адвента в регионе 2, то никакой карательной операции быть не может. Пороговые, понятно. Ну, минимальные включительные, я понял. То есть, 1-2 сила адвента, это все. Окей, хорошо, спасибо. Полезная инфа. Да, включительно. Хорошо. Так, а кого мы берем? На какие роли? Есть тут у меня пара... Вырисовывается штурмовиков с разными секретными заданиями. Но они все равно не сразу. Мне бы выбрать человека, точно которого я сейчас... Ну, 3-17, это точно. Это точно мобильный ниндзя. Вот его мы пока и поставим в качестве советника в убежище. Потому что все остальные роли у меня пока не особо важны. Советник пошел. Сканем здесь. 7 дней. Инженер 1-й класс. Но если олени уже триггернули события, ты вовремя конспирацию шел, прям возобновляет... Возобновление работы, сразу прилетит атака. А-а-а-а, вот оно что. И тогда, когда я регион освободил, там, видимо, была бдительность 1, а сила 4. И когда я его освободил, сразу триггернулась миссия такая. Вот. Засадный колодный адвент, который не перехват, а регулярное требование... Регулярное... Не понял. Всегда уходил из региона выше стройки. Сейчас следую Лерию. У меня 3-й избранный даже не появился при... Вот раз водившись... Ну, смотри, к тебе в любом случае может прилететь карательная акция 4.1. Требование силы 4, бдительность 2. Окей. Так, ладно. Эвакуируйте, говорят. И здесь у нас 6 человек помещается. Хорошие старты в реальном. Давайте посмотрим, кого мне нужно брать, кого мне нужно качать. Лаберс сразу на снайпа. Сокол тоже на снайпа, кстати. Мэш-штурмаж. 5.16.59. Капец, очень крутой. Так, то есть мы спецов типа здесь не качаем. Мы должны, соответственно, выделить отсюда... Отсюда мы должны выделить... Гранатометчиков, специалистов, соответственно, нет. Ну, либо взять Феликса. 4.17.63. А сколько мне делать спецов? У меня раз, два, три, четыре. В целом, я думаю, этого хватит вполне. 4 спеца, 4 гренадера. И эти лучше подходят, да? 3.16. Ну, такое, пограничные. Росбрейна хитов нет. Ну, поточнее. Не, я думаю, что поми лучше подходит на спеца. Наделаем спеца. И сразу его на эту миссию ради прокачки, ради возможных бонусов. Атака именно на убежище триггерится путем ретранслятора. Если засекаешь миссию, такое... Это в описании будет убежище в опасности. Если выполняешь эту миссию, то предотвращаешь террор. Если пропускаешься процентом террора, можно подготовиться к нему. Угу. У меня, кажется... У меня было... Надо посмотреть. Ну, я не помню в описании убежища в опасности. Надо присмотреться. Ретрансляторов-то было много. Там разные миссии. Раннюю лабу. Не хочешь? Не, не хочу. Раннюю лабу. То есть хочу, но всегда нужно отталкиваться с того, что у тебя ограниченное количество ресурсов. Вот как начнешь играть, и когда пойдут у тебя первые эти, первые раненые, и ты такой, блин, ну, опять без госпиталя никак не зайти. Потом вспомни, что зона испытаний стоит всего 50 баксов. Какие-то там, какие-то там бонусы у тебя. Ты такой, да, зона испытаний, пожалуй, лучше, чем там 10% бонусного исследования. Такой, лучше я там пару нить отправлю ученых эвакуировать, с большей вероятностью получу бонус. Короче, лаба это, я думаю, 5-6 строение вообще. То есть сначала центр тайных, потом госпиталь, потом зона испытаний, это как минимум. Вот, это топ-3 сразу. Дальше скорее партизанка идет, и центр этих военных технологий. 5-5-5 зданий, которые, на мой взгляд, гораздо важнее, чем лаба. То есть хочешь, ответ в элементарном вопросе хочешь, но оно так не работает. Так, если это не спецы, то кто? Очень маневренный товарищ, можно штурмаша взять на экзальтовского. Прямо, сенатус на него, маневренность, почти максимальная точность. Если я его, например, качну сейчас, то есть он успеет прийти до того, как я же сейчас не форсирую, правильно? Да, 9 дней, то есть он успеет вернуться. Мы можем значительно увеличить вероятность. Может мы сразу двух штурмашей сделаем, а? Ну, Леха хорош, но хотя Леха не такой маневренный. Хотел добавить, лаба дает повышенную вероятность прорыва вдохновения в исследованиях. Да, весьма рандомная штука, но полезная. Ну, я не знаю, какая повышенная. Ютубчик будет? Будет, когда аспирант придет. Так, ну что, мы будем ли мы кого-то из оставшихся делать давайте Леху. 5, 14. Ну, блин, 14, 14, не 17. У тебя ближе к 17 только диммэш, Д2 мэш. Ладно, давай сделаем еще одного. Я не хочу фейлов на стартовых миссиях, понимаете? Имеется ввиду секретных миссий. Если я приду туда даже первого уровня штурмовиками, а второго, так вообще замечательно будет, там до 10% фейл уменьшим. Вот, но из оставшегося нужно как минимум взять одного гранатометчика, это будет легкий, потому что у него точность невысокая, а вот маневренность и жизни много. 4 гранатометчика ориентировочно, 4 спеца, 3, возможно, 4 штурмовика, но это не точно. Дальше пачка никчемных, но быстрых ниньц, и на остатки будем брать точных снайперов для того, чтобы они были советниками убежища, но я сделал где-то плюс 2, плюс 3 снайпа для того, чтобы пытаться рейды за материалами выполнять. По моему опыту, где 35% каждые 3-4 беспринятных бывает полезным. Понял. Так, 4, 14, 3, 16. Кто вот у нас такой плотный, но не умеет ни хрена ходить? Это не гранатометчик такого жирного снайпа, надо делать. Но не сейчас, да, получается. Почему не сейчас? Советникам убежища поставишь. То есть, ты берешь раз, два, три, скорее всего, четыре, пять. Ну, одного лейминга сюда. Миссия важная в сопровождении инжа. Первый инженер важный, типа. Ну, может быть, не стоит прям класть все яйца в одну корзину, потому что миссия-то первая в конце концов, и мы можем справиться малой кровью. Тоже самый заступник. С другой стороны, хочется топовых качать, просто потому, чтобы у тебя быстрее открывалось новое звание. Мало того, что ты сам по себе этот человек очень полезен, так еще и чем раньше ты получишь человека с высоким званием. Помните, как мы в первом XCOM качали все-таки одного, двух, трех людей сверху, невзирая ни на что. То есть, просто чтобы быстрее открывались темы в партизанской школе. Здесь есть тоже требования по тем же самым секретным миссиям, поэтому, ну, чтобы влияние на фракцию улучшить. Гранатометчика не буду брать сюда. Возьмем парочку новобранцев, прокачаем их. Это как раз специалист-специалист. Блин, Росбрейна, конечно, специалист такой. Ну, 3.16. Маневренность спицу не так нужна. Может, все-таки 4.15. И 9. Разница по взлому небольшая. Он плотнее на единичку будет всякое. Ладно, погнали. А, не погнали, мы не помещаемся. Нам нужно два предмета минусовать. Либо ставить пистолет-пулемет, например. Ой, а что пистолет-пулемет не помог? Помог. Пистолет-пулемет помогает на единичку. Вот это новости. Сейчас еще придется от одной гранаты избавиться. Надо выбрать одного двух топовых дамагеров и их раскармливать опеном. Вызбранных желательно убить до тех уровня 20. Там у них последний финальный бест-сила. Я пока не определился, кто у меня дамагером будет. Раньше я думал, что это будет рейнджер. Ну, по понятным причинам. У них перков на дамаг и двойные выстрелы. Миш, когда ходишь на миссии одним ниндзя, если назначить маскировку, почему не идти в паре с спецом? Каждый удачный взлом хороший буст. Потому что в два раза ты повышаешь ценность риска. Ну, то есть там, где тебя замечают. Чтобы пара были в безопасности, надо раньше делать сканер. Блин, ты же помнишь, сколько сканер стоит и когда он открывается? Ну, позже, да, позже можно посылать. Но тогда нужно нубасов спецов делать. Я вообще не хочу специалистов посылать на такие суицидные миссии. Навыка, по крайней мере, нет. Не знаю, говорили или нет, но люди с мобильностью 14 ниже стоят по башке выдавать, тогда не всегда будет просадка мобильности. Гренки всегда такие же выдают периодически ппшки тем людям, у которых не просто низкая маневренность, у которых, например, тяжелая. Я в своем тройной легенде хромовника быстрее всех довел до мастера сержанта, остальные были на два звания нижных, но все равно боюсь, с этого не успеем. Вот так вот. Можно выделить одного рейнджера, чтобы было проще до появления мэков и для того, чтобы брать его на все миссии нон-стоп. Неплохая идея. Или брать на все миссии заступника. Он там раскачивается тоже будет здоров. Главное не получать ранения такие. Новая миссия. Разбойное нападение нападение. Возьму гранатометчика и, наверное, прокачаю еще парочку кого-то из этих. Ох, 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 ох. У ворот неплохой у Локи в целом. У Лояра мобильность низкая для рейнджера. Герсон, пока хорошо. Да, советовать можно. Есть такое. Тут же не умеет ломать вышки в этом аспекте порезать всем бесполезными стали. Я не помню, когда они умели. Важный нюанс два повстанца всегда могут работать в бежище, не привлекая внимания при любой силе бдительность. Два человека могут работать. Окей. Непровлекание, конечно, копейки приносить будут, но это в фоновом режиме можно запускать. И имеет смысл, соответственно, в убежище держать не 13 человек, а 15 минимум. Чтобы 13 входит в конспирацию, а двое работают. Ну, то есть для не всех переводить в конспирацию. Так, что бы мне сделать из 6-13? Капец, это... Нет, это снайп будет. А4-14? 4-14? Можно успеть еще одного штурмаша прокачать, но штурмаши у меня там гораздо более ценные есть. гранатометчик. Второй гранатометчик в этой группе не очень хорошо. Но тебе нужно хотя бы кто-то полезный, чтобы врываться нормально. Штурмаш бы тебе помог ворваться. Да и гранатометчик в общем-то тоже поможет. Сейчас я попробую первый месяц так ровненько дойти, никого не терять и выполнять как можно больше, ну стандартно, короче говоря. Переходить постепенно, постепенно, постепенно к мэкам и не тратиться на другие исследования, не тратиться по ресурсам. Хочу просто в эту ветку зайти, наладить их производство, наладить их прокачку и ну дальше посмотреть. Будем ли мы Лояров все-таки брать сюда Кавиер, привет. Соколик снайп. Ну сейчас нужны плотные маневренные конкретно на эту миссию, что здесь могут быть проблемы. Проблемы. Вопрос. Есть партизанская школа, стоит 150 денег, долго строится, позволяет недолго строиться, неделю строится, позволяет за время учить Лемминга в нужной кладке, если может команда Чойс, которая делает то же самое, на халяву учит. Ну, во-первых, партизанка дает не только это, во-вторых, тебе и партизанка дает не совсем то, потому что ты не можешь из Лемминга в командирским выбрать нужный класс и он сразу дается. Ну то есть тебе нужно человека сначала прокачать, а партизанка самое главное, что делает, он берет Лемминга и без миссии делает его второго уровня. Командерс Чойс больше про убирание рандома того звания, которое тебе выдается, про эту историю, а не про то, что ты где-то там деньги экономишь или что-то в этом роде. Ну, на мой взгляд. то есть, ну, это разные вещи. Дает не совсем это и не совсем то. Ну да, он про то, я про это. За мыслью, да, сложно следить, особенно когда командирский не нужен, а троги сто раз объяснял. Окей, хорошо. Ну, кому-то не нужен, кому-то нужен. Так, засовываешь Лемминга в секретную операцию, никуда не нужно брать. Да, и получаешь плюс 30% риска на фейл этой секретной операции. Так, будем ли мы еще искать миссии или нет? Кажется, не надо было искать. Так, модульку. Да, сделаем, она слишком дешевая. Сейчас посмотрим, какой квиз переподписан 4 месяца. Пытаюсь остановить контакт с регионом снова. Привет, квиз. Вот из-за советов, типа Оксюмароновского, меня скоро, наверное, будет от советчиков снова бомбить. Ну, потому что если фильтровать не будем, если будут вот такие вот полуглупости писать. Разница просто между Нубасом и первым званием на первых миссиях секретных операций где-то 25-30% на фейл. блин, ну, кажется, далековато. Ну, я не взял сюда ниндзю, потому что он как бы нет. он. Лена, ходить. Еще чатик подвис. Фален подчеркивание темплар поддержал наш канал на стрелке и сообщает Мишка. Привет, хорошего дня стрима. Ура, можно советовать. Можно. Кастуй блайнд на титанов. Бери к робочнице. Мордор на нее легендарки добавил. Варденку нанимай. А то все на козлах играют. Задолбали козлы. Минус. Козлы вообще бесят. Разбойное нападение весьма опасное. У нас тут пять. Пять. У нас все пятеро? Реально у нас тоже пятеро? О-о-о-о. Не, это может быть кстати миссия такая фейловая. Вполне. Ведь надо идти вперед, блин. Я понимаю, что я скорее всего с пулей сейчас людей. Надо идти вперед. Время ограничено дико. Так, первая пачка. А-а-а, даже отсюда. Гроулер поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Смотрю восьмую часть. Ты не торопись так. Да. Не здравствует мощь 11 стволов. А че ты так медленно слышишь? Че такая скорость детская? Ладно, погнали. Я рассчитываю на то, что гранатометчики мне здесь помогут с темпом. Добыча уничтожена. Ничего страшного. Главное, добыча у нас другая. Открываем. Открываем. Я бы здесь закинул гренку сюда. Человек не успевает застримить по 9 часов. Да, слабакам. Слабакам, слабакам. Ой, повезло. Ты прости, но у меня есть карьера и личная жизнь. Они сильно мешают реально важным вещам. Ну вот, надо тебе что-то делать с этим реально, потому что, ну, это не дело. Мы, конечно, потерпим еще тебе такого, но, гроулер, ну. Там заканчиваю уже. Как можно? Дверь открылась слева. О, нифига себе, он рашит идет. И попадает 40%. Это уже хуже. Блин, если бы не пробил, я бы к нему уже подбежал. 58%. 58%. Всего лишь. Сейчас, к сожалению, нельзя мне идти дальше, потому что, ну, потому что хапа, как вы видите, уже стоит боком и раненый. Первый пак, допустим, разобрали нормально. я уже вижу рядышком. Во-первых, я знаю, что там люди. Уже вот близко уже есть следующие. Фален подчеркивание и темплар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, посмотрел клип про секта пода. Секта пода одним своим появлением в руине от Трай. Да. Вот что делает дезморалирующая аура. Есть такое дело на секта пода, они вообще тварь эти еще. Так, а мы здесь даже видим с фланга товарища, то есть гренку лучше кинуть так. Как-то так, да? Погнали. Погнали. Секта поды, да, страшные. Так, еще кавер сняли. Да, ведь сняли? Не, не сняли. Блин. 69, пробуем солдата убить. Ранение уже хорошо. Будем кидать второй гренку туда или не будем? Мне еще хочется. Пока не разбежались, пока есть опция. Только по каким-то причинам уже что-то не хотят мне. Не дают мне такую возможность. Давайте попробуем солдата добить тогда. Угу. А здесь дезориентацию тогда закинем. Тоже нельзя. Нет, можно на двоих. Вот как так? Дезориентацию можно на двоих закинуть, вся... Горенку нельзя. Несправедливо, я считаю. Сектойдерса оббегает. Это опасный был выстрел по раненому человеку под полукаверу. И по нему же. Вот это очень опасно, капец. Повезло. Реально повезло. Все, врываемся, да, получается? Получается так. Раз. Все, 50% правда. Да там Лутецкий уже готовится. Я как-то хотел бы все-таки его подсобирать. Побыстрее. Сектойдерса пытаемся взорвать. Я сейчас в трое делаю много пистолетчиков. Если у них нет туповых навыков за очки, качаем тройную выстрел из пистоля, он не заканчивает ход, мега туповая билка. Надо посмотреть на нее. На пистолетную убилку. Пробуем добить 50, если нет, придется гренкой закидывать. Ай, хорошо. Давай закинемся. Нет, не будем все кто это закидывать. Попробуем попасть один к трем, но даже если попаду, не факт, что... Все, и следующий заходим. У нас... А, он отступает. Типа показал, где находится следующий пак. Ладно, я собираю постепенно... Постепенно собираем. Заходим раз, заходим два, заходим три. Чисто лутецким. Пистолетки остальные не очень. Там руки молнии хорошие, они всегда были хорошие. Но тройной незаканчивающий ход, это звучит тоже хорошо. Ну, по целям, по крайней мере, которые без каверов. Азара поддержал ваш канал. О, Азарыч, привет. Ей! Ура, можно советовать. Чистые зубы два раза в день. Мой руки, как погладил котов. И не чайкай. Спасибо большое, Азарыч. Да, сегодня у нас такой стрим исключение из правил. Советуем. Да, и вот он последний пак. Довольно жесткий. Офицер, забирающийся наверх, этот дезориентирующий тоже наверху. И в результате их уже как бы здесь четверо, а надо что-то делать. Даже здесь как-то отсюда шлангую. Шлангую. 57 мимо. Да-да, подкрепа четыре хода. Я не успеваю немножко тут по сбору всего. Да ладно. Даже этим не докидываем. Плохо. Может даже мэшем отступить куда-нибудь. надо надо. экспирам подтягиваться резко. Да, видимо, сейчас нужно будет просто спрятаться всеми. Просто вот буквально спрятаться. Готовиться. так, а где сбор еще у нас все в их части, да? Ай, нанэ, нанэ. Здесь они не откроют в целом. Хотя я буду видеть цели, это уже не очень хорошо. Здесь будет фулкавер у меня. Даже вот так вышел. Ну, то есть я провоцирую их подойти на полходика. Чтобы мне было проще доходить. Это не очень хороший момент. Овер. Как он видит меня? Дверь вообще без силу. Ладно, хрен с тобой сейчас дезориентация двоих еще прилететь может. Нет, простреляет. Держимся. Так, здесь у нас фланг получается, здесь у нас тоже фланг получается. Три хода вот что меня беспокоит. При этом мне нужно офицера убивать. отсюда надо заходить и кидать по офицеру дезориентацию. При дезориентации кидать. Погнали. Всех ближних рашить. ХЗК, но не все у нас успевают. Тут как бы фланг неприятный абсолютно. неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, спасения нет от мучителей смерти, неважно, союзникам или врагам. Всех без разбора и жалости в жертву я принесу кровожадным богам. Ты познаешь кошмар. Ты почувствуешь страх. Ты изведаешь боль. Я, развешившийся ад, совершенный солдат, потерявший контроль. Откуда это? Кто в курсе? Так, одна тема на крыше, к сожалению. Ой, здесь могу по офицеру пострелять. Ну, попробуем. Ну, блин! Ой. Я могу не успеть просто уйти отсюда, понимаете? Я могу не успеть из-за подкрепа уйти, но мне еще ход минимум нужен для того, чтобы их убить, а потом еще надо взять лутецкий, типа. Мне надо сейчас, видимо, подойти поближе как-то к... Эхоза, куда-сюда, наверное, для того, чтобы проще было убивать. Гренку он не кинет. Полукавер. Ориентировочно последний выстрел. А, фланг все-таки здесь, что-то я не увидел его. Может, только не критой. Кританул, тварь. Так, два хода подкрепа. Все становится очень уже, не очень. Но сначала надо убивать любым случаем. Минимальный урон без крита. здесь, скорее всего, даже так. Ну, для того, чтобы взять и флангануть, но кого-то еще посылать на крышу. Так, с этим повезло. Блин, а здесь если крита не будет, то не справимся. Советникам беже сомнений максим прекрасно базовый снайпер не бейся, не бойся, безлики просто убегают от них, нужно действовать на так, что максим полухода могут пинать. Есть, ладно, этого мы убили. Товарищи перезаряжаются. ход подкрепом, блин, ход подкрепом, не бежать три-четыре хода. Ох, ты ж ежик. Охо. Там, кажется, подкрепа за подкрепой будет идти. Мне кажется, не надо наверх идти. Ну, последний не стоит забирать. Ну, потому что это еще минус ход. А так я уже готов бежать. Итог, как бы не факт, что я добегу. Да, там много подкреп будет, просто бегим. Да, бегим. Четыре мрельф, подчеркивание, один из подчеркивания, имба переподписан двадцать ранения мне мешают здесь адекватно убежать, к сожалению. Пошла, подкрепаем. Где? Очень близко и сразу трое. потому что мы понули, но и новая подкрепа. я здесь не убегаю, кажется. Да, я здесь не убегаю. Жалко. Пробую на полную. вот и товарищ не убегает. Да, подкрепа за подкрепой. Avenger, this is Firebrand. Packages secure. Full cover. Попали, ранили, 27%. 29% промахнулись. Если бы я взял последний груз, у меня бы тот человек, который взял этот груз, он не ушел бы. Сейчас один. Ой. Да. Сейчас этого могут добить полуукрытие раненого. Я не успел. Хорошо. Значит, уходим с большим количеством ранений, но уходим. Да. Без нинц, такие, без штурмовиков, таким местом сложно проходить. Ну, потому что у тебя нет разведки первичной, ты должен бежать просто вперед. Плюс у тебя нет людей, которые прям на фулл ход догоняют, убивают при помощи раненгана и при помощи дорезаний. Но, как бы, что было, то было. гранатометчики апнулись, но ранение, 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 ранение. 26 материалов, планшет, сплавы здоровья, при адаптации, и... как ютуб поживает, я не знаю. Я же не смотрю, что с ютуб, правильно? Так, погнали дальше. О, аспиранты связи. колдует. Колдует. Инженер у нас здесь, да? Инженер. Видимо, после двух миссий надо было идти черный рынок открывать. На Иваке сразу три человека, блин. Да, это тоже может быть весьма мясная миссия. Весьма мясная. И спулили сразу за кого? Ох ты, еще один опасный пак. Блин, жесть. Так, кто у нас есть для того, чтобы под это самое помочь? Штурмаж есть. Штурмаж не добегает. Из ориентации есть. Из ориентации сразу не кидать. И сдвигаться штурмажом сюда. Но без... Но без фанатизма типа. А, у меня тут два штурмажа. Тогда так, так. Главное, сейчас третий пак не увидеть. Все ок. Я бы домичанский закинул, если честно. Потому что этого три цели полуукрытия. И он важный у нас. Привет, Сноукар. Один действует полноценно, двое по дезориентации. Полукавер 10% 30%. 2% крит срабатывает. Охренеть, начало, блин. Это прям очень плохо. Ну, у меня есть стабилизация, но... 2% серьезно. 2% крит. Сейчас не проверил, попаду я, ну, нанесу урон или не нанесу. Можно посоветовать мод наображение хп цифры, вчерашний сактопод непонятно. Ну, сейчас это не очень актуально. В данный момент ты что, не посчитаешь, что ли, это? Количество хп. блин, и стабилизировать и выносить его надо. А миссия как бы важная. ну, как бы, первый инж. Но они все попадают, как бы. Мне кажется, это фланг. Вы-то задрали реально все попадать. У аспиранта уже серьезнейшую проблему. шел ютуб. Так, мне нужно спецом стабилизировать этого товарища, каким-то макаром убить следующего и при этом еще... я брал штурмашей для того, чтобы секретное задание отправить. Куда там? Без шансов. Ну, если сейчас аспирант умирает, я, наверное, заново начинаю. отставлю здесь человека под полукавером. Почему два активно не могу понять? Но они все критуют. Вот пока что из выстрелов они все попадают и почти все критуют. Это значительно усложняет задачу. Я не критую. Так, ладно, не тильтуй. Попробую все-таки из этой жопы выбраться. Не взял, человек. Останется здесь на тебя. Не могу понять, где этот спуленный один человек. Он считается... Он считается спуленным. не хочу поднимать его. Он не сможет подлечиться. Какой смысл его поднимать? Капец, еще довольно далеко идти. Действительно недалеко. Блин, я спулел пак человеком с полукавером. Это что, леди с респа прибежали уже? Ой-ой-ой. Похоже на то. Аркада пошла. на одного нет смысла дезориентации кидать. С красным туманом все равно аналогичные вещи будут. Я побежал на них. А может просто одинаковые паки? Там же было что-то похожее, да? Тоже сектойт, синенький. зомбарь. Зомбарь. Приво Миша вернулся свой вновь соберет себя первый победный трай. Да нет, была амнисия. Ты точно не все отсидел. У нас действительно начинается новый трай. блин, почему аспиранта? На оверсталн. Так, а что я могу сделать? Вырываться как-то не очень хочется. но нужно. Ну, на рывке бегу. И это вторая пачка. У меня уже там половина людей не живые. Да, это похоже тот пак, который сидел на на респе. Так, я же зомбаря никак не убиваю, правильно? Или убиваю? Похоже, что нет. То есть тысяч леща получишь от этого от зомбаря, Не, ранган, можешь сделать. И докинуть эту несчастную дезориентацию. Поняли? А то неприятно от зомбаря. И надо бежать, видите, аспирант очень медленный, очень медленный, очень раненый, очень медленный, его нужно дотаскивать. Сейчас могу третий, мог третий пак спулить. двигаться надо вперед. Рывок помешает, ну, рывок раньше мешал попасть. Блин, что такое? Какая там вероятность была, не заметил никто? Аспирант минус. Ой, дезориентированный сектоид, попадает все-таки по аспиранту. Капец. еще сектоид выживает. Не, не выживает, хорошо. Так, пытаемся пройти на Ивак. Аспирант, конечно, жалко. Че ж поделать. Уходим. Кое как. И кого-то спунил, блин. А они все уйдут. А, аспирант уже да, этот спасает, этот спасает, этот добегает, все. Минус один человек, масса ранений. Ну, друзья, когда миссия начинается с двухпроцентного крита, это о, бастет, бастет, Забирайся, забирайся, располагайся. Давай. Это очень плохое начало. Очень плохое начало. Во-первых, это маловероятное событие. Два ранения, потеря. Леминги, конечно, но все равно жалко. зато мы заступника прокачали. Штурмаж просто на месяц улетает. Второй штурмовик умирает. здесь мы спецов через Overwatch. Ну, Инжа, конечно, мы с вами освободили. Название Streambyte. Почему? Яфорде. эксперименталка. Новый регион. Выделяем сюда неважно кого. ищем миссии. Но мне вот ранения уже как бы еще не нравится. Просто месяц три человека улетело на месяц отдыхать. Так, можем ли мы кого-нибудь выделить в качестве штурмовика? 8-9 это у нас спец. Давайте распределим по ролям кто есть кто. Лояр непонятно кто, но скорее всего даже снайп. Да, давай. Ну, раз советы можно, то и не дочитал про способность сканера. Если дать его советнику бежишь, дать 50% шанс найти безликого. Нифига себе. Это крутая штука. 5-13-08. Тоже не маневренный. А, ну это же спец. Это же спец. Так. И Хаба тоже спец, кажется. или вот 9-8. Да, точный спец. Что триггерит атаку на базу? Просто скрипт или время или связан с активностью? Точно что-то триггерит я не знаю. Я не знаю. Кажется, это делает после определенной силы этот один из боссов. То есть, он должен дойти до определенной стадии и какой-то ивент сработать. Да, конечно, на это можно. Конечно, можно, конечно, да. Блин, мне кроме леммингов некого посылать. Ну, я двух штурмовиков хотел сейчас специально под миссию раскачать. Один ранен, другой убит. Капец. Давай, выбираем плотных маневренных. Таких нет. А, полная полоска босса триггерит. Понял. Полная полоска босса. Получается четыре четырнадцать и четыре четырнадцать. Четыре четырнадцать. Погнали. Но провал тридцати пациентов меня смущает. Так. Давайте подсканим в этом регионе, потому что мы не обнаруживали здесь миссии. Есть и вероятно, что мы найдем старенькие миссии. Шесть дней. У меня, по крайней мере, два из два было, что накопилось полной полоской, пошла атака с этой пушки. Угу. Так, новобранец и два персонала. Заступника берем, пытаемся прокачать. специалиста точно берем. Сколько у нас там? Шесть-пятнадцать. Может, на черном рынке будет свежий штурмовик? Но на такой стадии покупать свежего штурмовика на черном рынке это очень плохая идея. Это дорого. Нерационально. Абсолютно. Тем более, у тебя пол пол еще стэша новобранцев. Зачем штурмовика? Я сокрушаюсь, что потерял его на двух процентах, а не то, что мне его нельзя нового сделать. Гранатометчик. Давай, новобранцы какие-нибудь. Снайп. Блин, такие все странные. Три хита. Шестнадцать. Маневренность это. Так, пятером надо проходить, да? Специалист, новобранец, новобранец. Ладно, погнали. Надо было пушку заменить, неправильно сделан. Так, здесь нам не удалось никого найти, да? Новая миссия внизу, шесть дней, вывезти материалы. Незначительная причем базовая активность. Сюда мы закидываем новобранцев просто. Пробуем последние накопить. Последние звания взять. у меня тут кот красивый бастет, да? Лежит, лежит, ждет глашки. Пятером погнали. Но сражаться я там не буду, но 10-12 слишком серьезно. Вот, и сейчас уже особо нет смысла мне дальше сканить. почему? Потому что а нет, есть, 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 есть. Там советники у меня низа есть, советник убежища. Так что не давайте разведданные. Зря я так переключил. Смотрим. Провал, пожалуйста. очень плохой. Плохая идея этих посылать. Прям, ну, очень. Ну, больше никого. Я не хочу скипать задание. Два дня. Два и два. Ну, из транспортного средства в целом ниндзя можно тиснуть этого. Ну, там, думаю, 20 человек. Блин, 20 человек. Вы издеваетесь. Инопланетные расчистили. Едем дальше. Ну, что, госпиталь делать? Да не здесь, скорее всего. Такой вопрос, что нужно для спецгранат. Представившийся, как Брэдфорд поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, командир, я тут проверил статистику и, кажется, нашел в чем проблема наших неудач. Тайган и Шэнь все еще ходят с очень недовольными лицами. Думаю упору уже выдать одному из бойцов черепной бурой и все наладится. Да, спасибо, Брэдфорд. Тебе до черепного, надеюсь, мы доживем. Я же имею гранатокислотные отравленные. Но это дальше, это по зоне испытаний, будешь скрывать, новый проект открывать. Кислотники, наверное, от вскрытия Андромедона. Ну, там, по логике. Каждый новый тип тебе, пришельцев, что-то в плане технологий дает. На старте ты это не сможешь сделать. То есть, в любом случае нужно будет... Ой, как близко. Хм. Ну, прям... Прямо здесь. Что за люди, а? Тут вообще все очень близко будет, друзья. Прямо мега близко. Григо. Что-то нас немного только. Вайперы, значит, отравленные дадут, они же в мастхэв. Так они же давали, мы же доходили до них пару раз. И патроны, и гранаты. Ну, вот это такие тоже советы им. Сюда грянку надо сделать, если не полаганут меня. Ну, потому что ближе я не подойду. Ай, а, дрон просто. Опасненько. Или все-таки зайти и пострелять. Зайти и пострелять-то можно? Ладно, давай. Должны увидеть. Ну! Серьезно. Так, ладно. Тогда я попробую мимо пройти. Потому что все еще меня здесь не так много. Мистик, привет. Так, вопрос, насколько мимо? А-а-а, вот оно что, Михалыч. Здесь, видимо, надо проходить на этот, в центральный. Кстати, техника спецназа топовый перк. Из-за того, как работает, и если к мутону берзерку подаете вплотную, он 100% ударит рукой, техника спецназа гарантирует промо-контратаку раз за ход. То есть ты так его нейтрализуешь. Но я не очень хочу с этих, с пулеметчиками играть. Хотя техника спецназа бывает встречается вообще у любого. У Ниндзи, кажется, она есть в арсенале. Или у штурмаша, не помню у кого. Так, давайте подходим, открываем. Что, не надо заходить? Тут как бы... Мы так можем много времени потратить на... На перемещение. Где-то еще две пачки врагов. Мы оставили... А, стоп. Здесь же хитрая хрень. Я же сейчас просто выйду оттуда. Мне нужно вправо, например, идти или влево, чтобы ломать. Ай-яй-яй-яй. И ни туда, ни туда не дохожу. Блин, почему я думал, что там есть проход? Проход есть сверху и по бокам. Ладно, идем сюда. Кого-то оставим на парадном. Вот сюда. Надо одним помочь открыть. Вторым зайти сломать. Я услышал какой-то странный звук, как будто за стенкой шагнули. Спасибо, чайник. О-о-о, взлом 44. Привет, пожалуйста, расскажи, почему... Можешь сказать, почему не используешь пулеметчик в разрушителе ранних психов? Я не шарю влево вообще. Я пытаюсь стабильно проходить миссии с ограничением по времени. Пулеметчики, к сожалению, они... Их базовая способность это сапресс. Сапресс очень полезная штука. Она нейтрализует почти полностью цели. Хотя влв они начали действовать несколько уже по-другому, эти гады. Вот. Ну и получилось на практике, что пулеметчики очень медленные. То есть они подходят на миссии, где тебе нужно сдержать большое количество народу. Например, на рейде, на материалах, как-то так. А учитывая то, что тебе половину миссии приходится проходить, просто убегая... Ну, пробегая вперед и пытаясь убить как можно быстрее людей, Ну, выходит, что пуличи не очень. Разрушители хороши, просто... Я начал... Возвращаться к разрушителям тогда, когда... Уже решил попробовать поиграть через... Через мэков. Сейчас у меня другой план на игру. Скорее всего, здесь так же, как и в первом ЛВ, при должной сноровке, можно играть чуть ли не любым классом. Особенно, если есть у тебя понимание, там хорошее преимущество. Ну, то есть, знаешь, что тебя впереди ждет, что тебе нужно будет, что не нужно будет. Хоть там с саппортами, хоть там, не знаю, в пять спецов идти. Вполне может зайти, если ты правильно будешь их использовать. Поэтому здесь скорее вопрос о том, а что тебе вообще хочется. То есть, какой у тебя стиль, какие у тебя предпочтения. Чем правильно, неправильно. Ну, понятно, что есть вещи, которые чем-то проще, чем-то сложнее проходить. Я до сих пор не знаю, каким макаром мне удалось здесь пробежать мимо трех паков. Флэшмастер говорит, я почти досидел 30 очков. Да, бывает. Так, и подкрепу уже, да? Пытаемся уйти. Мне кажется, даже... Блин, ну мисклик, ну что ж такое, ну? Надо попытаться сломать. Сейчас мог бы спулить кого-то, и все, началось бы опять. Лучше не мискликать. Если психов лучшие советники, они качаются быстрее в качестве офицеров, и у них дикие обилки. Не это самое, не строил психов. Не доходил до этого. Но это логично, вы долго балансили, так что нет, это крайне не нужный класс. Делал только три тактики предпочтения. Если можно, глянь, мод и это надо F1 полезный. Он у меня сконфликтовал просто. Поэтому я его... А интегрированная связь, это все боевые, да? Да. Если добавить в новом серебро не экзоскрет, они в отслот 5 тяжелое оружие имеют. Я в курсе, Ванимор. В курсе, в курсе. Я надеюсь на советы от людей, которые, ну, хотя бы часть трансляции посмотрели. То есть мы же до этого доходили. Строили, пробовали, тестили. Желательно не советовать то, что уже было. Хотя, откуда вам знать, да? Не все же можно смотреть. Вернулись, никого не убили. Но зато без ранений. Не думал, взять с вероятника быстро потом барыжить модулями через черный рынок. Это похоже на совет от человека, который никогда не играл. Так. Так. Что будем делать? Во-первых, у нас взаимосвязь укрепилась. Во-вторых, у нас пара леммингов с ловелапами есть. Давай, бобер и сокол у нас идут как снайперы. Засовываю в убежище. Так, ставим советникам убежище. Так, здесь два товарища в конспирации. Разведданные. Плюс новобранец. Почему двое? Мне же... Мне пришел интерес новобранец или нет? Должен был прийти, да? Да, вот, снесла в Зинченко. Угу. Так. Копаем миссию. Сканить наверху не будем. Хотя бдительность здесь один. Там сложнее определить людей. Одну определить миссию, найти миссию. Давайте, наверное, наверху все-таки попробуем помочь. Разбойное нападение. Мне же думать, что стоит вспомнить тактику на последнем миссии освобождения региона. Механику работы передатчик. Механику работы передатчик. Не, я не вспомню. Я не помню, как он... Я помню миссию визуальную именно из-за того, что мы до туда разок дошли, посмотрели. Вот. То, что он там делает, я не знаю. В оригинале я помню, что тебе нужно просто дойти и включать с катсцены. Но... Советую не умирать на миссиях, брать все крейты, не получать ранения, не собрать максимум материал. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, друзья. Так, помню, что здесь 10 и 12. Миланд. Да, спасибо. Да я уже начинаю некоторые советы триггериться негативно. Как вы можете заметить. Чем дальше, тем больше тебя глупость раздражает. Ну, чем дальше живешь. Сам, конечно, ошибаешься. Но и на себя сильнее злишься. Так, а что сделать-то? Как подойти-то сюда? Может, даже не стоит сюда подходить. Может, правее стоит взять. Что если дрон меня перекроет здесь, и я не смогу ничего... Ну, я не смогу от него уйти. Это будет очень плохое начало миссии. Прям мега плохое. На мышке надо взломать консоль, после чего убить всех врагов. Пока не взломаешь, будет падать под крепа. Взлом дает стану всем врагам на два хода. Взломать консоль. А сколько она будет взламываться по времени? То есть это явно не... О, Метан, спасибо. Спасибо за спасибо. Спасибо. Спасибо, Метан. Да, тут у нас... Мод позволяет брать трупы с поля боя. Экстракт корпус, как по мне, это логично. Что? Не знаю. Не знаю, о чем речь. Благодарю, флешмастер. Так, ну, карта типовая, как вы видите. Нам бы добраться до... До крейтов. Разместиться, никого не пуля. Здесь ходит пачка. С этой стороны тоже сложновато подходить. Просто на миссии много народу. Вот, вот, что мне не нравится. Видимо, сила адвента апнулась и... А тут дрон мне перекрывает все. Ну, ё-моё. Как бы... Как бы не началось. Там пока под... В виде подкрепа не идут, время тебе не ограничено, что передатчик проинкнуть. Угу. Давайте с правой частью подходить. Ну, то есть, прям резко вправо. Потому что эта хрень зависла и перекрывает мне половину обзора. И при том, что она зависла, это не гарантия, что он не отомрет потом. То есть, вполне вероятно, ты будешь начинать... Ты будешь пытаться его обходить по краешку, по краешку. Там по-другому никак. Плюс нет вижена, нет обзора за поездом, как мы видим здесь. Ну, то есть, есть вполне реальная ситуация, что за поездом будет стоять кто-то. Стоять, ходить и так далее. Бастет, Майкл, бастет. Красивый кот. Красивый. Лежи, лежи. Так, давайте с этой стороны подходить. В целом, убить двоих, это не такая большая проблема. Главное, больше на себя не взять. А здесь вообще крейтов с этой стороны нет. О-о-о-о. Вы посмотрите. Реально пусто. Ни одного крейта рядом нет. Ни одного. А, вон один наверху. А, нет. Че-то я их не вижу. Раз, два, три тут вообще. Чего-то увидим, да? Редко еще. Чего-то мне не нравится. Ситуация. Во-первых, у меня в команде Дэн Русс и Джуз. Это уже опасно. Во-вторых, туретка, которая хрен пробью. У меня против... Ну, этих Патриков нет. Справа еще дрон. Ну, как бы выбора нет. Сейчас эти пойдут на меня с триггерят и все и понесется. Ну, этих-то мы, допустим, и пострелять хорошо сможем, потому что, ну, они очень близко. Промах 70. Почему 70? Вы чё? По одному только попал. 4 выстрела 70, попал по одному. Капец, ребята, вы пострелять. Здрасте, блин. Не, здесь явно надо грянка кидать. Как бы к гадалке не ходи. Причем я вот так зайду. А то и две. Раз. Соколик кидает. Понятненько. Это два. Как они так постреляли? Там 4 выстрела по 70 или 5 выстрелов по 70. Ну, одна... Один попал. Один попал. Ну, все, я как бы здесь... Я здесь все уже. Пытаюсь уйти. Ну, мы сюда вообще за опытом приехали. А есть ли смысл марковать крейте сразу, вдруг адвент захочет тащить именно сиящий, который ты заберешь? Таким образом можно выиграть ход. В смысле? Имеет смысл... Ну, здесь вообще другая ситуация. Атака маркирует... В идеале ты должен оказаться в позиции, что ты равноудален от любых крейтов. Что можешь помешать адвенту захватить. То есть, чтобы они там не пометили, ты все равно сможешь... Их утащить. Но... Ну, это логично. Здесь я, в принципе... Ну, это... Ну, это логика базовая. Да. Валим отсюда. Золотом мне, естественно, не побежим. Уходим. Да нафиг здесь. Туретка еще с почти десяток врагов. Какой смысл. Ресурсов с этой миссии мы не получим, но экспу получим. Правда, можно дождаться подхлепа. И на овере ее... На овере еще получаем опыта. В конце концов, мы ничем не рискуем. Они могут упасть куда угодно. Давайте перезарядимся для начала. Так, хорошо. Допустим, допустим, да? Много ценной информации, тем не менее, я сегодня получил. Такой разноплановый. Ну, например, по триггерам силы и бдительности. Ждем подкрепления. Докопаем, сделаем... Блин, может реально через быструю партизанку сыграть? Посмотрим по ранению. И подкрепа прилетает. Расскажи плюс про триггер в двух словах и пропустил. Сочетание силы Адвента и бдительности есть пороговые, после которых срабатывают миссии определенные. Например, силы Адвента 4, бдительность 1. Срабатывает миссия... Это единственная миссия, которая срабатывает при таких темах. Миссия на... Блин, перехват ресурсов ваших, кажется. Передатчик там типа 4.2 и что-то еще 3.2 срабатывает. То есть, если у тебя сила Адвента 2.1, ни одна из миссий карательных произойти не может. Насколько я понял. В принципе, не может. Если у тебя там силы Адвента 3, то может сработать только один тип карательной миссии. Имп-партизанка куда лучше первой, ибо ты не рискуешь при аппе бойцов. Можно качать офицеров, и это очень важно. Да, но если у тебя нет здоровых людей, если ты с сейвами играешь, может быть и без этого, без госпиталя. Мне не удается стабильно играть без ранений, к сожалению. Поэтому госпиталь — это жизненная необходимость, а не... Десять дней, ученый, хорошо, большая. Все равно пойдем сюда, хорошая группа. Так, берем заступника, берем гранатометчика, берем специалистом. Имею в виду место центра тайных операций. Ну, риска прокачать на старте бойца с нуля до первого звания почти никакого нет. То есть, из последних троев, я не знаю, сколько раз я вот... Ну, сегодня потерял человека, понятное дело, поэтому сижу такой расстроенный, блин. Но обычно тебе не сложно из новобранцев первый месяц всех сделать достойными. А офицеры вроде как... Ну, ты единичек только сможешь прокачать, да? Первое звание. И то не сразу, наверное. Так, давайте посмотрим, кто у нас здесь есть. Кого здесь из новобранцев сделать? По идее, нужно еще пару снайпов, если мы хотим попробовать закрыть рейд за материалами, неважно какой, снайпами. Так отроди делает. И это убирает рандом по степени определения этих миссий. То есть, сколько у тебя там не было времени, ты все равно можешь сделать максималку и попробовать ее затащить. И сокол идет четвертым. Commander's Choice. Давайте сразу я поставлю снайпера второго сюда. Так, гранатометчик, специалист, специалист. Пару модов закидываем. Не хватает двух гранатометчиков. Не хватает одного специалиста. Специалист Хапа, 4.14. И спецов я бы хотел качать все-таки. По возможности, по парочке их брать на миссии более-менее простые. Ну, чтобы быстрее мы званиями получали и проще было ломать. О, отроди с нами. Костя. Разбрейм получается ниндзем. Так, незначительный. Нужна 7.9, конечно, но здесь пока 7.9 и работает. Я думаю, что двух леммингов надо брать. Помещаемся мы двумя леммингами. Погнали. Ну, ученые, важно. Сборная ГГ против... Да, пытаемся. Так. Несоветно хочу выразить уважение, если ты пройдешь то, что творилось на защите базы. Так мы не будем это проходить. Уже все, новый трай. Там нереально пройти. Так. Сила Адвента 3. Уже какая миссия провал, блин. Ну, это из-за потери штурмовичка. Давайте сделаем... Сделаем штурмовика 3-го. У нас же один штурмовик, правильно, сейчас? Да, один раненый штурмовик. Все правильно. Кроу делаем. Плотный штурмаж. У меня в виду, в будущем придется. Надеюсь, доживем. Я могу видеть аллурой Адвент терапии. Немного минута под крючком, и у тебя чистый балл здоровья. Тоже плохо, что ты нужна шип, чтобы встать. Ладно, давайте, братка, еще сделаем Там есть несколько более подходящие кандидаты На роль штурмовиков Уже две, а то и три миссии я провалил Просто Ну, на низкой вероятности Так, браток Погнали 24%, хотя в последней было Тоже в районе 24%, но Но нет Надо было еще сделать бронебойную У нас же есть бронебойка, правильно? Новая цель Здесь 9 дней, освободите, спасите Новобранец, Холли, Хэппи Фэн Хуан, три новобранца Мега крутая миссия И учитывая то, что здесь 9 дней Мы, наверное, должны Собрать реально хороший отряд Гранатометчик спец Новобранец точно Еще один спец Можно попробовать Дэн Русса взять Нет, бронебойки пока что Снайпер, конечно, такой Теме Не особо нужен Ай Торопился Но сама миссия важная Ну, три новобранца, представляете Это такой Такой жир на старте игры Поэтому Гранатометчик, два спеца Скорее всего, даже Два снайпера Не помещается Новобранец Так, а если мы сделаем Кого-то нового Ну, там 15 маневренность Там ниндзя напрашивается То есть, в целом Мы можем взять ниндзя как раз Он и поместится А до психов долго развиваться? Нет, не очень Можно идти целенаправленно Психов, я уверен Даже двух можно взять Ну, джуз точно становится Еще одним Одним ниндзей Вот реально Сейчас мне центр Тайных операций Просто не помог Вообще никак Ну, из-за ранений, конечно Но, тем не менее То есть, вот Прошел месяц Ни одной миссии Не было выполнено Ни одну Ну, ладно Он строился там Десять дней, допустим Но две недели Ни хрена Ни хрена мне не выдали Просто, ну, рандом Там рандом Ну, ты можешь его уменьшить До 15-20% Но все равно он останется Я уменьшил, не повезло Протезанка может быть Хорошим вариантом На старте Как раз Можно попробовать Погнали Так, еще цель Что у нас? Восемь Разбойные нападения Но некем мне К сожалению Нападать Разбойным Три дня Предмет На освобождение региона Тоже неким Давай на материалы Че Инопланетные расчистили Че у нас там? Раненых немного Давайте партизанку Попробуем сделать Тоже освобождение региона Но, к сожалению, люди у меня сейчас все раскиданы Зона испытаний готова Но, видите, из-за того, что я Инжас на старте не Вообще не летал в этот На черный рынок Это ошибка Надо слетать, его открыть По мне так От центра тайных притон Теперь за день провалит Либо сосуда попадут Ну Приказы Приказы Не стоит забывать Приказы Самый главный бонус От центра тайных операций Подскажи, пожалуйста Если мне вписало доход Триста восемьдесят Весь месяц региона было материалов В итоге дали 60 материалов Что значит? Полу регионов безликих? Ивент Ну, хотя, да Скорее всего Могло сработать сразу два ивента Типа От От избранных, например Или негативный какой-то ивент Просто вот Так, ну здесь хотя бы мы получили Разве данные? Аспиринтус говорит Привет, Михаил Советую тебе выигрывать А не проигрывать сражение Тогда ты сможешь пройти игру Спасибо Кстати, у нас там Взаимосвязь у солдат, между прочим Два штурмовика Вот это хорошо, что они там А маги, привет Так Ну давай ПБМ-ку возьмем Тридцать четыре Двадцать шесть Да, рассадник безликий, говорят Взломайте Ой, хорошая мессия Мне бы сюда прилететь сейчас Давайте Эту выполним Да там Демаскировка Там ивент срабатывает На то, что у меня будут Размаскированные люди Голем говорит Михаил, действительно Давай же играть дальше Чем несколько месяцев от начала Несколько месяцев Это много Привет, Алекс Старк Так, ивак недалеко Трофеи Адвенты у нас еще Надо на контейнеры смотреть Периодически Консилды у нас уже нет Интересно Вообще мы по По зданию проходим спокойно Здание на треть карты Так что давайте Сдвигаемся в ту сторону Иду справа Полимеж А что так много у вас-то? Так, ну проблема в том, что я сейчас флангуюсь Прям с ходом Охренеть Четыре овера Вы издеваетесь? Эндив Поддержал ваш канал На пятьсот рублей Сообщаем Спасибо Ну раз пошла такая пьянка Лошадью ходи Ходи Блин, это жесть Ну я бы хотел, конечно Кинуть гренг Там все дела Но что-то у меня тут У меня тут есть проблема Ой, какой старт Убогий Я тут и не в каверах И полукаверы у меня одни Видимо надо отступить Закинуть дым Куда-то сюда Получается По крайней мере На два передних Полукавера Потом сорвать Кем-то овер Блин Скорее всего Под протоколом Защиты Если взрывать То взрывать левых Вообще-то Вот так я подставлю Все фланг Блин, жуть какая-то Ладно, давай Аркашу сначала Блин Ну почему ты сначала Перс Дурак Протокол помощи Сначала не узнал А, я же У меня же два специалиста Мне Этого же я убрал За кавер Бессарав Пока не планируем Ну что, два овера Пытаемся снять Как вы попадаете? Напиши мне вероятность 7% Блин А, 27 Ладно, 27 Это реально Так Там еще Сектоидерс Ну ладно Здесь у нас Допустим так Или допустим так Уже есть Варианты Ну, видимо Тут так подходим И пытаемся Закинуть Ой Такой ты дебил Ты же прицелился Ты же видел Что ты не достреливаешь Что было Это было Я не хочу Реально Ближе подходить К этим Упырям Это очень Небезопасно Не из-за того Что они А из-за того Что другие Сектоидерс Сейчас собака Стоит Ах Ах Вая ситуация Да ну конечно Блин И я не могу На крюке прыгнуть В этом Толку особо Нет И лучше Круг прибереть Чтобы прыгнуть Туда А так Подбегать Очень рискованно Короче ладо Побежал Ну это Скотство просто Просто скотство Привет Раз сегодня Все можно советовать То есть вы заметите Что сейчас Трупчат Действие Проективно Будет критическим Решением Девушки Очень богат Спасибо Так Этого кстати Я могу Погануть Ну и ясно Давай Вся карта Блин Уже 7 человек Здесь Попал Подобная ситуация Решается Штурмой с рефлексами Спасибо за совет Я не знал Как работают Рефлексы И как штурмовики Работают Качаю Правда Их постоянно Штурмовиков С рефлексами Но что-то Что-то Не додумался Я посмотрел Как ты бы Решал Эту проблему С штурмашами С рефлексами Ты вообще Наверное Вперед побежал Да ведь Молодец Совсем уж Идиотские советы Пожалуйста Не надо давать Но друзья Ну что вы начинаете Там еще один пак Что-ли стоит Да Там еще стоит пак Блин Дальтерия Скорее всего Ближе подходить Я не могу Этого флангануть Я не могу Там Overwatch Слева Да Ну это Пул Нового пака Мне здесь нужно Как-то докидывать Дезориентацию Потому что Человек Под контролем В конце концов Для этого Надо подставлять Фланг Подходить На четыре клетки Минимум Блин Так А нет нормального Кавер Если отсюда Не докидывают То до свидания Все Докидываем Чудом Спасибо Фрикозоидам Так Ну здесь Нам нужна Дезориентация И пока Мы Тут Под дымом Да нет Смысла Запрыгивать Там еще Офицер Мелькнул В темноте Неспуленый Блин За Че Делаться 34 28 Класс 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 Ой Повезло Хрен Сдавайся Кто Иду Вообще Убил Лучше Было На Сторож Становиться Здесь На Случай Если Выйдут Еще Люди Да Да Вон Офицер Ставит Что Делать Фланг А может И фланг И фланг Сейчас Надо Влево Наверное Уходить Всеми Внутрь Ну Подкреп Уже Я Тут Уже Сижу Третий Ход Блин Третий Ход Сижу Пытаюсь Этого Фланг Гануть Раз У меня Один Патрон Всего Лишь Хотя Хреб Так Ладно Это Хорошо Ныряем Влево Не ныряем Ныряем Нырнул Блин Вроде Потому Уже Сам Маршрута Пробежал Но Нет Нет Извините Маршрут Был Не тот Пробую Взорвать Сектоиды С машиной Да Пофиг На лоу Здесь бы Прорваться К выходу Уже Ранение Есть Машина Не горит Это плохо Включи рыбу Фон моментально Разгрузить Умел бы Сделал бы Саундтрек К мод К С чем Так Четыре человека Плюс Пак Еще Сектоид Подходит Как они Такие точки Находят Капец 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 Поп Капец 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 А, это у меня гранатометщика Капец Пошел в аркаду Да, вот и последний Давай два раза попади, а80 Ну не царапины, 12, блин Твою налево, как же не без... Сейчас начнется ну как бы уже началось брать не брать и так народа нет что-то творится только зашел кто пошли на свет а тут такое да 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 нихрена я не успеваю здесь на его и как этих убивать их из этого же нужно 200 дезориентации у меня зомбарей про пробрет пробреет да дезориентации двоих на там камера сгорел смотрите справа я не увидел это сейчас кажется пролетит крита уличка 30 вот сюда да как разгорел там из ориентации мне только у одного граната имеется видом значит что зомбаре меня убивают все он давайте речь раз попробуем только не через центр секретных операций а через партизанку давайте рыбу только послушаем реально может поможет поехали на прошлой неделе они забрали весь мой улов сказали что он пойдет иногда им не хватает еды а это снова ты рыба ты рыбак он рыбак рыба эх пойду-ка я в комар я чувствую как энергия течет не зная преград рыба именно так он был рыбаком но на мой взгляд рыба он слишком зазнался интересно как ты догадался именно так хорошо неудивительно что они забирают мою рыбу иногда им не хватает еды а это снова ты рыба что ты рыбак он рыбак рыба эх пойду-ка я в комар рыба эх пойду-ка я в комар рыба он рыба рыба итак я чувствую как энергия течет не зная преград рыба эх пойду-ка я в комар ты будешь принять кажется это было сотни лет назад но этим делом занимаются маги воды на прошлой неделе они забрали весь мой улов сказали что он пойдет на блокуды дел иногда им не хватает еды а это снова ты рыба ты рыбак он рыбак рыба позиционно что здесь эх пойду-ка я в комар рыба ты рыбак он рыбак рыба итак я чувствую что в проявле течет не зная преград ндааааа ндааааа так рыба чуть-чуть помогла центр тайных операций наверно отставить когда когда уже будет этот ближе к сержанту чтобы сразу миссии на приказы выполнять не минус кажется откуда-то взяли так еще одни идут ладно идти подальше надо запомнить где они находятся ну хотя это только секто это не четыре человека не удается мне что-то трое начать я нацелен на на проверку гипотезы с скрой и в результате блин уже третий раз запарываюсь до ну не то чтобы совсем но как бы там такие жертвы что с ними лучше не продолжать именно так хорошо не хочу идти влево во-первых потому что непонятно где второй пак во вторых понятно где третий пак да лучше здесь подождать погнали хорошо разобрались на старте по крайней мере офицера убили дрона почти убили раз а у этого нет овера а я наделся овер снять на хорошо пробую опыт выдать заступникам давай так закинул бы на него конечно гренку сначала фланганул бы но есть вероятность что я второй пак увижу но мне кажется что у меня там стоит люди уже флангуются все ближнего не убиваю нормально что фаерлорд подставляется здесь надо дезориентировать желательно всех а еще желательно первого убивать просто но первого короче этого надо взрывать по-любому пытаться ну потому что он уже здесь мне во всех флангах во всех кинотеатрах страны этого тоже взрывать но что он близко к человеку которого это минус трупы тут прятаться закидывать дезориентацию там еще четвертый есть и он хоть и в темноте но он спокойно выходит они знают где нахожусь сейчас будет выстрел в общем под под 80 процентов с критом 30 плюс как думаешь будет у тебя по парочке героев встретить фракции было бы лучшим валим попали нет с чего это так конечно да конечно лучше но к чему это пред предположение будет у тебя плазма со старта было лучше да наверно лучше было да 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 я понял ну сейчас попробуем обновить до начала дезориентацию спрятать ну басом мы через храмовники я объяснял уже неоднократно что почему я играю не через храмовника я поиграл за несколько фракций на старте ну то есть по крайней мере там первые четыре месяца поиграл я знаю что какие какие у них бонусы и знаю чего я хочу я хочу сыграть в мэков со спецами а мэком нужен взлом а приказ на сопротивляемость к взлому именно у заступников вот иногда просто не показывают эти вероятность попадания не знаю может это верный выстрел какой-то или еще что-то как оно работает здрасте так далее более спокойный фланг за все трое мне приказка у тебя не выпало возможно приказов есть вероятность они разного уровня просто бывают то есть им нужно фракцию просто открыть второго тира заступники сразу целая пачка приказов открывается хотя может и не все но мне она всегда выпадала на втором тире жалко немножко ранение получили но в целом это первый месяц опять же самое главное что ты выживаешь дальше же так факт к сожалению сильно ранен так ладно а вот и следующий кто не пострелял составленного вере никто не не пострелял правильно все стояли на увере закидываем грянкой чисто чтобы снять хит им у него еще оказывается он открылся для нас сектор добивать будем заступником потому что ему нужен опыт все остальные получат славы лапы вне зависимости от подвел так я думаю хапу надо пробую взорвать ошибка он бы сначала пострелять потом уже добычу уничтожен музыка надо включить ладно еще раз попробуем стартануть ну а в актер так и не получил убил четырех человек но не получил прицел лазерный стандартный набор так лисориус так лисориус так и бонич с хапой давайте попробуем для разнообразия через партизанку реально сыграть потому что что то прошлый трай вообще мега рандомный был строим квинк спасибо тебе большое партизанская школа 14 дней правда настроиться Да, тяжелое начало, блин. Спецов через такого, чего дрона может попробовать Overwatch снимать и ранить свои стратегии должны зайти. Через стражей я делаю. Через стражу. А это значит, что ты сразу три перка должен брать. Сканем. Первая миссия в 7 дней. Улика. Захватите предметы с поездом. Странный ивент, на самом деле, на старте не особо нужный. Что у нас есть? Спецы хреновые. Десятка 11 есть хорошие. В общем, 75. Такой специалист интересный. Но кого-то из этих надо выделять. Ну, Боннич. Не, он не точный совсем. Боннич вообще штурмаж. Стурмашей мне не обязательно делать, окраны, получается, в этом трое. Если мы в центре секретных операций не делаем рано, то мне штурмаши для этих целей не нужны. 7, 14, 59. Кто это такой? Ну, это неточный спец. Ну, очень жирный, неточный спец. Тогда его по-другому качать нужно. Ну, или штурмаж. Штурмаж, который на регулярке. Давайте штурмажа сделаем. Мы его как раз подкачаем к тому моменту, как секретные операции пойдут. Кстати, почему ты не ставишь сначала поиск рекрутов в регион? Потому что это медленнее, медленнее эффективно, чем... Чем, 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 чем миссии выполнять. Это проще. Но... Но нет. Защита от взлома. Ладно, пока так. Пока так. Здесь сразу 3, 15, 70. А-а-а, и он же должен работать вместе с заступником, да? В паре. То есть это не снайп. Сейчас это ниндзя. Ну, с таким количеством... С такой мобильностью, с таким количеством ХП лучше сделать ниндзя. Как успехи. Новые трай начали, к сожалению. Никак я не могу стартануть. У меня есть план, тактика, но... Я не могу первые, там, 2-3 месяца ровненько пройти, без косяков. Увы. Поэтому озадачен сижу такой. Озадаченный весь. Так, этого товарища мы вытаскиваем. Это спец 100% 4,14,70 плюс еще... Тема в начале страшно специально не очень. Ну и потом, что мне делать? Потом, когда будет очень, смысл не будет... А, потом за очки добрать? Может быть. Да, может, ты прав. То есть, он раскрывается вообще к абсолютному спокойствию. Но я до этих сержанта у спецов не доживал. То есть, раз, два, три, четыре. Вот на четвертом он уже начинает работать нормально. Так, там он включит еще. Так, 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 так. Тут, 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 тут. То, что партизанку делаем, она дороже стоит. По сравнению с центром тайных операций получается такая тема. Если убираем вахтера в качестве советника убежища, нужно поставить снайпа. Желательно сделать его из тех, кто у нас есть на старте. Ну, фейл, блин, неплохой тоже, вроде, 3.15. Тоже на... А, ну у него с пси проблемы. То есть, он будет улетать сразу в никуда. То есть, он как снайпер только хорошо будет подходить на разовые миссии. Фейрлорда снайпа. Несмотря на там на взлом девятку. Это... Все поставили, забыли. Что еще? На миссию мы берем точно заступника. Желательно бы сделать кого-то... Вот хапу делаем ниндзи для... Для миссии, которые сейчас могут появиться другие. 4.13, кстати, он тоже может пойти. Полетели. Миссия найти улику. Захватите предмет. 7 дней. Из поезда. Плюс пакет данных. Да. 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 Нет, нет. Возможно. Гранатометчика сделать. Его тоже нужно подморозку качать. Ну и докидываем сюда еще двух леммингов. Желательно, опять же, 5.15, 10 от Роди. Это у нас будет специалист 100%. Ну и Гайфудинов тоже, несмотря на три хита. 75, 10, 11. Это прям топовый спец. Топовый на оверах спец. Погнали. Миссия не на инжа, что плохо. Не на ученого. Мы ищем дальше. Нашли... Это инж как раз. Большая карта. Ну и 7 дней, опять же. Да, слушайте. Реально не стоило лететь на черный рынок первый. Потому что... Я из-за этого пропускал... Поздно находил миссию на инжа. Советник убежища. Вычисляет безликих. Тренирует новобранцев. Рекрутирует понемножечку. Если это инженер, то денег 10% добавляет. Если ученый, наверняка по разведанным помогает. 70-70. Хороший штурмаж. Хороший спец. Очень хороший штурмаж, слон. Так, много новобранцев, конечно. Может быть, мы кого-то все-таки закинем в поддержку. А то миссия может быть непростая. А некого закидывать в поддержку. Потому что у нас там ранение. Остальные все раскиданы на определенные миссии. И так далее. Кажется, я нашел обе миссии, которые были сгенерены на сарте. То есть они, кажется, то ли каждые 10, то ли, кажется, 12 дней действуют. Я лучше пойду в черный рынок открою. Возможно, что-нибудь... Инопланетные сплавы представляют им серьезно. Но я не представляю, зачем мне это продавать сплавы. Так, берем убежище на 6 человек. И как раз 10 дней пройдет с того момента, когда мы перестали сканить. Посмотрим, когда следующую миссию... Я думаю, уже сейчас можем найти... Мы только готовы. Посмотрел немного твои страты из плаштового LF2. У тебя полотряда боевой броня с сколочкой пышной бегают. Вездуешь. Да, не доживал. Довольно дорогая здесь. Плюс баланс другой. Я буду делать этих. Мэков, мэков, мэков. Там сразу у них эта броня, я считаю. С респа. Так, миссия готова. Погнали. Ну, это такая базовая аналитика. Во-первых, сравнивать тот LV с этим LV смысла никакого нет. Тот LV я прошел там с 6-7 попытки. Там не было такого баланса, так скажем. Скрэйпи, здравствуй. Вот, поэтому желательно... Ну, быть ближе к реальности, так скажем. Там совсем другая игра была. Официально с 12-го. Ну, видимо, это переигрывание первых миссий. Скрэйпи поддержал ваш канал на 100 рублей. Скрэйпи, благодарю тебя за поддержку. Спасибо. Так, у нас 8 ходов. Я вижу объект. Еще очень странно, что с этого начинается у нас... То есть такая вот у нас миссия интересная. Прям бежим, бежим, бежим. Опасная миссия, мало времени дается. Что ты видишь, у нас здесь нет? Да, врагов что-то и не наблюдаем. Ну, балансом не пахнет или нет, прав? Не-не-не, в ЛВ, о которой я играл, было много дисбаланс. Ну, то есть, если ты можешь так быстро пройти... Это показывает, что... Что как раз... Ой, заступник у нас топовый, смотрите. У него 7 хитов. Что такое? Уольф.ресел поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Я вижу объект. Я верю в Авервотч. Я знаю, что снайпы нам могут помочь. Ха-ха-ха, неплохо. Та-та-ра-та-та. Та-та-ра-та-ра-та. Так, а где спецтум? Он вообще может ломать, не может? Отсюда сможет. Сейчас пока надо подходить, друзья. Как можно ближе. Супер-крэйзи, Фокс! Привет. Так, ну что? В рывашке или не в рывашке? Я думаю, нужен ход еще на... А, мы уже отсюда можем ломать ее. Блин. Ладно. Я очень многих не вижу, друзья. Очень многих фрагов не вижу. И, если честно, я не знаю, как здесь стартануть лучше. Что-то мне кажется, что... Нужно бодренько закинуть туда греночкам. Ну, как-то вот так. И уже будет хорошее начало. Погнали. Пим. Ну, это самый слабенький пак из тех, что я видел. Видел. Сразу Ивак сейчас. Один хит отнял. Что? Что? Пошел Ивак. Дальше подходим. Под фулл кавер пытаемся сломать. Ну, это первое, что нужно сделать. Взломать сундук. Срабатывает 43. Ну, это мелочевка, но, тем не менее. И ведь хочется прыгнуть куда-нибудь, там, флангануть как-нибудь. Но я же понимаю, что это самый первый пак. И мне тут в рывашки играть вообще очень опасно. Значительно проще перестреливаться с упырями. Прокинуть гренку, снять кавер, убить сектоиду. Спирит говорит. Мне кажется, ты играешь слишком зажато. Надо играть более агрессивно. Просто все хорошо продумать и избегать момента, где полагаешься на случай. Блин. Роман. Роман, скажи, где ты? Где ты? Я приеду за тобой. Рома! Даже кот пришел. Да, он, наверное, к Димке уехал. Играет в настолки, смотрит стрим. Рома! Не, ну так-то он прав. Да это... Это наш друг. Он приехал в Белгород. Так, а может мы все-таки кинем? Давай кинем. Дезориентация. До какого действует акция с советами? По настроению. Бонич, держись. Я узнаю, Бонич по наряду вообще из тысяч. Да, что ж ты мне бочку все время предлагаешь взорвать? Дурак, что ли? Не, пока были разноплановые советы, на самом деле. И толковые не очень. Но я больше злюсь на себя, потому что не могу пока первые трои начать. О, продвинутые защиты, ничего по себе. Не, ну мы пока подождем. Во-первых, сейчас выскочить могут из-за стенки. Еще откуда-нибудь. Если нет, подкрепы половим. Играешь слишком зажато. Грамотно подошел. Такой вот тоненький троллинг. С правой шаги. О, сзади! Что? Неплохо. Эй-эй-эй, ребят, стреляем! Ай, молодцы, а! Сразу минус... Считайте минус два. Кто так интересно, пафосно говорит? Эними сонды мув. Зай флэнки нас. И штурмажцы, конечно, вообще не в тему. да конечно мы пытаемся пробить низкими вероятностями нифига себе повезло этого покоцаем немножко я кстати сам скачал в скачал сейчас кастомных модов поставлю начнут мониторе спасать землю в другом регионе хорош как спасешь пиши ладно можешь можешь раньше писать 42 ладно что два пака убили не заметили мими 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 2 заходом но перезаряжайся так факс стопудово опасно говорит так факс а уже ивак да ладно хорошо три мода собрали что по взлому можно узнать еще разок прицел блиц отряда понятно два попадания в 42 процент подряжде попадание в 1 процент да уже было сегодня крит в двухпроцентный которыми человек а убил просто убил мне надежды ладно посмотрим что нам пакет данных да так сейчас подождите еще посмотрю что у нас тут сегодня вдруг там намечается что-нибудь и адмирал горит я лично считаю что большинство бед из-за компоновки отряда скажу сразу скажу что я брал компоновку как у кости от роди по сравнению с моей нубская натащила и белки с многим нужно четко выстрелить не забывать трагической части у меня есть тактика самого начала так и что протокол нападения я помню в оригинале очень часто юзал протокол нападения потому что тех же самых бронированных гремлинов или мэков он пробивал вообще на на ура он x2 же наносит урон но вообще буду через сторожи идти не беру протокола восстановления потому что мы будем через мэков играть и через действительно центр тайных ой центр подготовки мы на дополнительные очки потом сторожа покупаем просто и все заступник неуязвимость но это тоже ясно все штурмовик молниеносные тоже понятным гранатометчик сапер пока что быстро развертывание только после модифицированные разведданные десятки я лично скажу что мы серьезно недооцениваем магию героев нам нужно как можно чаще кидать блайнд на титанов создавать клонов искра просто прикинь каждый ход искра по урону я в шоке просто так мы подключили регион ставим сюда пока заступника собираем материалы там новые миссии должны были сгенериться уже прощение за прошло вчерашнее замечание видимо с действительно убрали а по поводу этого дронов бывает бывает дойдем проверим сегодня у нас друзья амнистия сегодня у нас советы советы идут это у нас инженер сейчас 1 1 же инженера я из-за партизанки не беру но буду копить сериальность на стрелять не протокол восстановления раза на мехов действует ванильной версии нет а зачем мы их восстанавливать если они не паникуют я к тому что протоколы восстановления не нужен нам и с чем такая акция благотворительности ну эксперименты что-то толковое может посоветует уже посоветовали на самом деле у нас здесь народу много но все они нубасы ага дрон здесь слева блин это плохо это уже плохо скорее всего сейчас его сразу же из пулю он же не будет стоять на месте про пусть все дырявые а он уходит от меня это повод это повод сейчас справа уйти попытаться что за здание а все понял так спускаемся надо попытаться пройти а вот интересно бот-бот оглушить может а искру кажется действует оглушение на иску что нужно с не снимание и второй дрон здесь кажется далеко я не пройду мы так это не демократии на гг скатимся да это опасно очень тенденция очень опасно и советов не передумал этот сервисер неприкасная на стримы горит боу спирит да я сижу просто такой потею блин никак нормально тройно счет не могу так ходит надо попытаться проскочить все таки на него вижу нет да я пробежал все еще использовал понеслась вот вижу на нет и все и до свидания я под полу укрытием начинаем квн еще кого-то спорил дрона слева да да вы что у так это уже серьезнее нормально лучше я по левой стороне шел блин да что чем не всего оглушить здесь это капец сюда надо врываться да это жесть дрону первых хрен пробьешь сейчас моей ситуации и во-вторых мало того что два пака мы сразу спулили так еще и еще и двух дронов конец это конец света полос под на полу укрытия сижу должно вести не везет царапина 20 процентов раз минималку выкинул как на дезориентацию докидывать на куда там проще заранее закинуть грянку то не ну здесь очень вероятно минус неси я бы ворвался в дроны именно вот с такого полукавера но потому что он сейчас они сейчас будут вырубать мне сразу можно сделать минус три человека минус три понимаете 92 мимо а что за непруха то ёпреса ты ну реально непруха контроль это глушение сразу на два хода расплата за прошлую миссию бан пальто срочно короче первым будет забанен после амнистии слишком много улыбается в ненужных моментах ты чувствуешь настроение вообще тон чувствуешь а уже не можешь ответить как жаль живем ребят как-нибудь на тут 50 на 50 ранение уже промахнулись повезло сейчас второе оглушение у нас на два хода на четыре хода на два хода в ходе два действия надо типа пытаться до сектора докидывать дезориентацию каким-то макаром подчеркивание арон подчеркивание ус поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает я бесчувственная скотина да тварь ты просто ну-ка естественно естественно как так можно вообще абсолютно бессовестно так хорошо промах и дезориентации промах повезло и это еще не всем 9 хорошо здесь ханкер хорошо нормально миша развалил уже почти да почти разрулили сейчас главное не вляпаться да хорошо сейчас наши приходить в себя будут не понял а почему не пришли в себя это ж второй ход уже за дела или все таки это второй тут овер принял у тиски хотелось бы собрать на соберешь на следующий ход так но 83 пытаемся пробить надо было сначала перезарядиться ошибка блин и я еще ну покажи попал анимация еще убогая нормально этого убили да они показали мне просто как вот есть выстрелы которые которые ну не показывают вероятность попадания меня это очень смущает но они всегда попадают спадение крайне странное приходим себя блин мне нужно сейчас реально уже врываться и бежать на этот на иваки поднимил утец кем расширенный маг 4 человека да пытаемся ворваться в сектоиды ой хорош и ссорюсь красавым говорят что на легенде адвен 4 а типа вот это к этому относится да так ладно подхожу ну надо подходить пытаюсь закинуть дезориентацию на двоих но они стоят по разные стороны стенки иногда бы удается в этот да перекладинка кинуть ну надо проходить к этому к випу переходить может даже на этих забивать так будем ли мы левать ну типа левать к випу я думаю надо отхожу на половинку отхожу на фул моя задача их оттуда вытащить и при этом выиграть время ну чтобы потому что ты ошибка ладно выходим опасно по раненому стреляют овер еще а этот будет стрелять с большей вероятностью а и 45 процентов 40 так там овер еще да но овер то хрен с ним смотрим что внутри отправляем здесь можно конечно ворваться теперь уже но там овервотч мне бы закинуть сначала дезориентацию сюда потом врываться так разбраином эвакуируем ну сейчас пошла аркада я не знаю где 3 пак ну врываюсь здесь здесь постреляем 50 возвращаем стак больше никак не постреляет да нет отсюда можно пострелять попробуем прикрыть немножечко ай надо было сначала сходить еще одним 49 ай молодцы блин выкрутились с такой ситуации выкрутились ранение но ранение один из трех золотом я все-таки спущусь если на риск с пулопаком спулили ах ты смотри какой а датчу луэка ладно здесь у нас полная полная стеночка раз здесь мы прячемся за фул кавер все пробегаем остальными просто пробегаем должны уйти мы должны успеть уйти я суперкрайзи это последний понятно но я знаю что подкрепа будет через пару ходов и ввязываться в битву вообще не хочется мне как-то так мы просто валим эвакуировали первого инжа сейчас нужны деньги друзья нам нужны деньги для того чтобы партизанке бонусную экспу взять за 75 вот уже подкрепа а я мог влетать туда в данный момент в них да получилось лучше чем я предполагал ну потому что старт вы видели какой пак пак дрон дрон минус два сразу и мне повезло там что мне по полу каверу там 40 50 не попали два раза а потом низкие вероятности мазали стабильным динь 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 бледмастер конечно же взаимосвязь ну и мы левингов прокачали а пальто шотнули да там не жалко он был адвентом кто у нас есть давайте плюс 3 гранатометчика нужным плюс 3 специалиста нужно и вот он спец от роди вообще идеальный специалист это вроде как штурмаж но штурмаж у меня позже поэтому не знаю чем не делать из эксперта диванного может быть сделать из него ниндзя с таким уворотом с таким на боевой ниндзя пожалуй если доживешь до технологии тебя уже не остановит эти лопухи из адвента на трус до сих пор не могут убить хотя он челит спокойно но так у него практика доживешь там там все не так просто дожить это у нас кто 3 16 70 снайп делать ли из этого спеца взлом вроде топовые точность топовая ладно давайте я понимаю что что в результате специалистов мы сделали трех один штурмовик два снайпом слон хороший штурмаж еще один давайте его их под секретной операции будем подкачивать бэсочка будет нас тоже подчеркивание арун подчеркивание ус поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает ага зато теперь у меня есть мёд и массажист конечно главный сектор и не врал пека неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает разбаньте пальто он не хотел он хотел он хотел блин неужели этот третий штурмаж ну для разбойных нападений конечно зайдут хорошо или это четвертый спец ну восьмерка 5 15 да ладно давай спеца 4 хорошо сейчас мы в заступника убираем из убежищем ставим туда снайпа первым во второе убежище так здесь собираем материалы 60 и идем сканить помогать я не знаю как миссии генерятся но вроде как по по 10 по 12 дней пачками и пачками сейчас мы можем найти миссию партизанка готова делаю сначала опытные убийцы сержант нужен удвоение опыта за убийством на миссиях нашли штом 7 дней хорошо разбойное нападение но вот на разбойные мы берем как раз штурмашей в первую очередь берем заступника точно а у нас уже еще модули пораньше получается здесь персональный боевой 1 1 1 модуль алло модифицировано автозаряжение прицел так это раз это два это три ниндзя возьмем боевого ниндзя заступник как раз в одной теме лисориус уже с в качестве блэд мастера будет идти нарезать два штурмаша понятное дело арчер поддержал спасибо да мы тебе совет давай му и никого не понятно спасибо большое арчер знакомый никнейм так ну а чем будем делаться надо все-таки кольдно у бранца брать я понимаю что бранатометчик нужен но Так мы нубасов не прокачаем А они нам нужны И так граната много, да? Может тогда без спеца? Нет, там ломать можно будет Плюс спеца нужно качать Любую удобность, ситуации, возможности А как там майкер развивается? Все так же медленно или с советами уже быстрее? Ну быстрее, чем твоя... Развивается Ну ты видишь, март Как майкер может развиваться? То есть ты думаешь, что здесь можно миссии Быстрее выполнять на старте значительно Или что-то принципиальное поменять в первые 2-3 месяца? Такой Пренебрежение Так, и сквозит из твоих нубских щелей Так, давайте лемминга сюда побыстрее Погнали Дмитрий Михайлова можно спасти Я уверен, у человека даже нет самой... Игра не куплена Да Вот, понятно Захватить и вывезти Вот здесь манубасов и это самое Ты мем с медленным развитием обграл, а ты такой триггер слабил Ну слушай, не знаю, что за мем, но звучало очень как бы пренебрежительно Очень ты нас расстроил, очень ты нас расстроил, прям очень Прям не знаю, как нам дальше с тобой общаться И кстати, мемологи интересуются, что за мент Есть у нас эксперименталочка И вот вторая миссия в этом регионе три дня Ну понятно, то есть миссии генерятся по две штуки в регионе где-то на старте Да 18, поздновато я открыл это все дело Нельзя их спасать Или попытаться все-таки новобранцам ворваться Потом 20 человек будет Не, нельзя Увы, нельзя Давай быстрое строительство Весь стрим слышу что-то про искрсть, самих их не вижу Ну зона испытаний нам нужна, мы ее исследуем, потом нужно Короче тут Игра не такая быстрая А, Миша где-то 8 троев назад Еще сильно стригерила фраза, что медленно развивается Ах ты, смотри Да, неплохо Прости, Юни, я не помню, что было 8 троев назад Возможно, в этом причина моего медленного развития Ооо, Крис Хунта Слушай, ей не больше 10 Что ты делаешь Крис Хунта, алло Рад видеть А ты меня настораживаешь Крис Хунтыч Как ты можешь помнить, если это первый трай Действительно Эвак довольно близко Ой, ну не надо Ай Ой-ой-ой Плохо Справа обходить уже неохота, да? Да, вот так попробуем Это же Лоли, говорит Дартлорд Делает фейспаун Это же Фива Так, они вроде ушли чуть дальше По звуку Так Как мы будем здесь пытаться спасать? Зависит от того, где второй и третий пак Блин Эти миссии с одним человеком Они Очень часто аркадные Сзади возвращаются люди Блин Блин, использовал что ли? Похоже А как? Как ты их не видел до этого? Блин Ну это провал просто Как он отсюда? Сверху не видел никого Ну все, это ГГ Держись Прома, хорошо О, мы успеваем открыть А ну-ка, давай-ка Ломаем Выбегать будем через основную Не знаю как Наверное, надо подходить Да, надо выходить сюда К полу каверу И отсюда уже бежать А нам хватит? Мобильности там А этот точно добежит У меня нет особо желания Открывать сейчас дверь Но вообще нужно это делать Овер Овер Да ладно Так, Дмитрий Михайлов 5 Все добегают Ты добегаешь Ты добегаешь Да? Ты не добегаешь А может быть мы ходик Еще подождем Нет, это плохо Погнали Нарывки Дмитрий Михайлов Пытается прикрыть наших Хорош Красава Бегает Раз Два Всех спасли Блин Сейчас еще Ниди бы ушел На каком-нибудь Диком Рандоме Не знаю Не, Вайет Не хочу Но углы прицеливания Хорошая тема Мне нравится Она более Реально Можно попробовать Убежать Там два овера Но может повезет Мимо Как из такой ситуации Мы еще выскочили А? Они потеряли меня Вообще Вот это я Справил Ну, с Эваком повезло Что он близко Сначала не повезло Что мы не увидели Пак сверху Вообще никак А потом повезло Что да Сейчас пойду моюсь А то я погладил кота И лицо Начнет чешаться Только вместе Мы их обозначили Воспроизводство 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 Для нас Мы проживем Не важно Воспроизводство Воспроизводство Непродолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Больше 12 дней я не видел Видимо, они каждые 12 дней генерятся И всего 24 типа дня Дмитрий Михайлов с нами, ребят Спасибо большое Спасибо, видолец Так Соответственно, может, имеет смысл После того, как ты две первые миссии нашел Переключать вообще на материалы Так Так Давайте, к таймерам прибавляются А, мы можем отправлять на секретные задания Даже не имея... Что? Даже без Центра Тайных Операций? Да ладно Или только одну штуку можно Да, то есть можно Можно даже без Один раз в месяц У меня, к сожалению, нет штурмашей Но они заняты на миссии Давайте Давайте А я не могу, да? Ничего с ней сделать Офигеть Я не могу уровень повысить ее Так неудобно Стандартная миссия генерация Нон-стоп По две на регион Как только закончишь Или была выполнена одна И на месте появляется новая Странно А, там, видимо, нестандартные У меня были миссии, да Понял То есть имеет смысл Меньшим количеством людей Выполнять миссии И делать, соответственно, апгрейды В этом В... Никого не буду посылать У меня нет подходящих людей Так, то есть здесь у нас Из конспирации Вытаскиваем разведанные Разведанные Ищем раз Вообще бы слетать на черный рынок На самом деле Разбойные нападения Незначительные Сила адвента 3 Прерываем Не, не хочу я повышать Двительность там Ну, то есть я Прерываем Раз уж здесь Сканем тут Так, обломки готовы, да А, подожди Мы можем выбрать Операцию Проникновение Стоп После Следующей миссии После этой миссии Здесь тоже Разбойное нападение Ресурсы Но здесь нормально Все Странный Аааа Черт Я перепутал миссии Там и было 10-12. Чёрт, я же там трёх лиммингов качал. Блин! Я перепутал два разбойных. Почему они называются одинаково, блин? Разбойное нападение. Почему? Вот кто придумал название одинаковой миссии при принципиально разных миссиях? Чушь. Интересно, в английской версии то же самое? Так, раз, два, три, четыре. Эвак далёким. По-английски они по-разному. Понятненько. Чё, подходим. Прям подходим, подходим. Кто там диссидентам подачки даёт? Видолец. Ты как жена декабристов? Эх, пять лет назад, когда прогон 2 проходил, такой красавец был. Сейчас уже старый. Спасибо тебе. Добрый беляк. Прогон, кажется, мы проходили лет 7 назад. Но... Спасибо тебе за замечание. Ручше поближе. Время щеглить его как следует. Щеглите, щеглите его. Так, выходит первая пачка. Даже поцарапали чудом. Погнали. Дроба 6%. Ну что ж, что ж. Овер, овер. И ещё одна пачка. Понеслась. Мы-то её не спылили, но как бы надо поулетить. Ну мы здесь как бы... Ничего не сделаем. Подчёркивание, арун, подчёркивание, ус поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Так. Спасибо. Хотя это и не нужно. И помни, Миша. По мне. Когда тебе кажется, что ты не прокачал нубасов, помни, что главный нубас, который тут качается, это ты, Пека. Видолец поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, на спиннер или попит для омоложения. Я бы покрутил, конечно, спиннер. А я могу закинуть какую-нибудь внезапную гренку здесь? У меня же дальний там флангует. Мне бы ворваться, вверх него убить. Третий пак хочу с пуль. Да погнали, всё равно один раз живём. А, вот это плохо, да. Блин, через всю базу прошёл. Понеслась. Тут же фланг может быть. Так он и есть. Куда я полез? А, подожди, у меня же здесь неуязвимость есть уже. Нормально. Нормально. Я бы саппортом закинул протокол помощи. А, у меня же здесь протокол нападения. Два урона могу закинуть. В кого вот? В кого? О, опасный какой. Просто у-у-у. Ай-яй-яй-яй. Давай, ладно, run and gun. Ну, надо закидывать гренками, нейтрализовывать, пытаться людей. Ну, иначе что? Иначе всё. Неланхолия, я открыл эту табличку. Спасибо. Так, что делать? Окно сфунгует. Окей, бенутавикс. Мяу-мяу, мяу-мяу-мяу-мяу. Надо подходить. Ну, а что штурмовые камни не подходить, в которые 8 хиту, блин? У меня два пака, это плохо. Сектуэт перегруппировывается, тварь. Пытается нас захватить. Захватывает под контроль. Контроль. Главное, чтобы верхний стрелял по заступнику. Far. Far. Нет. Блин, неизвимость он на 23 потратил. Вот это плохо. Он вообще умирает, соответственно. А, может и нет. У-у-у. 81 мимо, и он стрелял по-другому. Красава. Красава. Не понимаю, что она говорит. Так, молниеносными убиваем этого товарища раз. Сейчас, если третий пак не спуливается, мы с этими в рамках одного хода разберемся. Мимо. И к чему под пельмешки? Пельмешки. Хорошо. Так, пошел. Что ты ожидал? Что ты ожидал? Что ты ожидал? Что ты ожидал? Перезаряжаться. 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 А, выстрелить один разок. Закинуть герянку. Такой вообще человек, да? А, нейм рула говорит. Си, что ли, алис, то... Что? Что? Нет, successful. Я этим не занимался в результате. Так, а что я могу сделать-то в целом? В целом могу подойти и должен, скорее всего, подойти. Как бы 54 неплохо весьма. Чик-чик. В рывашки будем делать в сектоидом? А вот не факт, что в рывашки зайдут. Я бы проверил сначала... Дробаш ворвется, не ворвется без кавер. Здесь 82. Что он перед смертью же сказал? Ну и после этого... А-а-а-а... Нет, я после этого не прибегу туда, конечно же. Ну, потому что... У ниндзи, да вы видите, какие проблемы. Он дезориентирован, сектоид. Я его немножко еще так под это самое, но... Вырываться не хочется. Они все должны умереть. Вива-би. Ты что, немецкий учил? У-у-у... А, я же не убил точно. Да, бывает. Врываемся в сектоидом. Чик-чик. Я учил гугл-переводчик. Такой ты вообще Так, ход подготовки Лечение, лутание И так далее Потому что С двумя паками мы разобрались с вами До неприличия Быстрым Все, ну дальше у нас остается Максимум три человека на этой карте Мы просто бежим вперед Врывашкаемся, правильно? Ах, как хочется вернуться Ах, как хочется ворваться В городок Угу, это первый Второй Третий На нашу улицу Три дома Где все просто и знакомо На денек Так, набор ресурсов адвент Собрали первые Почему я вижу только три? Их же было четыре Ты посчитал неправильно, видимо, да? Надо бежать вперед Всего три А, вон четвертый еще подо мной Опасно ли? Я даже не слышу, где следующий Открываю, захожу раз Открываю, захожу два Собираем лут Собираем лут Брейн Что-то там про брейн было Шуме ветра Надо более-менее вместе идти А вот и они Да-аа Сейчас мне в спину пострелять могут Аши Изи Один Так, овер Хорошо Так, ну плохая новость в том, что у меня там штурмашей нет. Я должен как-то врываться, сбивать. Поехали, сбиваем так оверы. Промах? Это не овер. Ты не штурмаш. Ты не штурмаш. Ты человек с дробовиком. Блин, кто слону дал дробовик? Я отсюда не выхожу. Нормально ведь. Ну да, я флангую, но... Хороший врыв. Блин. Эти все окна перекрыты, закрыты. Мне в целом туда. То есть все-таки так. Все-таки, видимо... Так. Пойнолый. Можем... Куда-нибудь. Сюда-нибудь. Так, сюда-нибудь прыгаем. Доходим, флангуем, стреляем. Пара-пара-па. Раз, 92. И вы не поверите, 2, 92. Но не факт, конечно, 92. Еще бы перед врывом... А, я не могу у тебя так, да? Я думаю, что могу куда угодно пустить. И салояром кидаем гренку сюда. Правда... Ай, кажется, я... Не прокоцал его сейчас. Не показало мне. Не, покоцал. Ну, я не могу сейчас ворваться сюда, убить, потому что фланг сразу идет. То есть мне, по сути, нужно его дезориентировать. И надеяться, что дальний не попадет в задний ход. Он может забраться и убить с того, кто неуязвим. Это самый лучший вариант. Здесь фулл кавер у нас. 19. Ты снял Миллениал. Что же, что назвали старым? Ты же вспомнил из-за городка. И теперь не кипела пальцем. Я не знаю, что такое Миллениал. Что за модные штуки опять? Начались. Так, протокол нападения. Точно протокол. На, давай с места протокол нападения. Не, не с места. Давай посмотрим, кто у нас может ворваться с молниеносными. Ты можешь ворваться с молниеносными. Ну, врывайся с молниеносными. Раз. Два. Когда стрим ГГБенда. А мы в четверг встречаемся и репаем у Паши в гостях. Так что... Скоро. Не хватает Локи. Да, 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 да. Локи будет. Так, Лиссориус врывается. Может, ты убьешь даже, да, Миш? Красава. Крит 10%. Все, побежали. В целом, несмотря на то, что было сразу две пачки, наши пацаны показали, что умеют работать в сложных условиях. Миллениал — это дети 90-х. Такие они 90-х. У нас дети 90-х — это щеглы. Ну, и дети 2000-х — тоже щеглой. У нас градация одна. Война, ты стрим хоть смотришь, но даже на этой трансляции уже несколько раз шифты контрола использовали для прокладывания маршрут. Электролюди приходят, дают совет, хотя стримы не смотрят. Что за манера такая? Я 30-летний щегол, получается. Получается так, футболочку уже делаем. Все щеглы, один Михаил Бобер. Да нет, слушай, у нас... У нас не щеглов огромное количество. Набег был хороший, жалко прошло, миссию отменил. Вообще-то, миллениалы — дети после 1995-го года. Понял. Я не видел вас 4 года, угарнулся сегодня с видос. Это, видимо, клипчики про сектоподы. Смотрите, здесь мы все собрали и всех убили. 30 материалов, сплавы, кристаллы. Защита, кстати, и здоровье. Будем ли мы... Да будем, конечно, штурмашей посылать на операцию. Раз. Привет, звали? Да уж. И два. Вот, 11%. 11% на провал. Так, хорошо. Правильно понимаете, стримфест принесли? Да. Да, перенесли на 7-8 августа, если я правильно помню. Уровень адвента уже 2. Технологичный. Здесь уже бдительность 4. Я бы свернулся здесь. Ну, кроме там... Немножко материалов 40 баксов. Сегодня рассказали, что два человека в активности не считаются активностью. 6 дней захватить. Освобождение. Ой, 10-12, правда. У нас есть разведданные. Если что, мы можем... О, нет! Мисклик. Дурачок. Дурачок. Кого тебе не хватает по классам? Трех гранатометчиков не хватает по классам. Давай лояры сделаем гранатометчиком. Да, они 2D, но просто разные цифры, разные версии по годам. Что есть стык. Так. Кого бы нам еще здесь взять? Заступник ранен. Неприятно. Будем с разведданными сюда лезть. Три специалиста на прокачке, я считаю, перебор все-таки. Почему? Нормально. Очень много дымов. Очень много аптек. Куки руки, говорит. Слышал, сегодня можно советовать. Попробуй добавить в регион, где активно сканешь миссию ученого вместо снайпа. По ощущениям, проникновение дает день-два больше. Да, хорошая тема. Осталось добыть ученого. Кто безликих вычисляет, правда будет. Я хз. Да, ниндзя сюда. Ученый 20% эффективность разведки. Это хорошо. Ладно, погнали. И новый освободитель. А вот и ученый, важный пленник. Так. Здесь нужно леммингов закидывать. Увы. Ниндзя, я одного оставлю, конечно. Да ладно, не помещаемся. Впятером. Ну, хотя транспортное средство, как правило, ты до него доходишь спокойно. Можно по полу стелсу пройти это все. А ученый снайпер с берданкой. Сломом, сломом. Туда сразу Гордона Фримена определяет и все. И отобьет любую атаку. И еще разведывать будет. Не нравится мне здесь активничать в регионе, потому что, видите... Так, я переставляю на несколько дней людей здесь на материалы. Сканить не буду, буду лучше быстрое строительство делать. Сектор 14, East Asia. East Asia. Шестнадцать дней. Шестнадцать дней. Бдительность, разведданные, помешайте военным разработкам. Шестнадцать дней. Вообще, как это так? Как это? Как это? Я не видел никогда такого числа. Причем я убрал с разведки. Это какой-то мега баг слэш скрипт. То есть, это очевидно. Миссия, как только она была сгенерена, мы ее обнаружили. Людьми, которых нет на обнаружении. Давайте, я хочу послушать экспертов. Что вы об этом думаете? Что это за странное событие 16-дневное вообще? Повезло, там есть маленький процент сразу обнаружить. Ни разу такого не было. Это не баг, ты ее реально быстро обнаружил. Дарк-ивент по восемнадцать дней на базе. А-а-а. Спецмиссия военных разработок. События. События контрик. Шанс длительность по двадцать-тридцать дней, но шанс очень низкий. Тебе нереально повезло. Нереально. Здесь тоже сижу в конспирации, ничего не делаю. Так, ну... У нас тут, как бы... Можно освобождение региона. Это не баг и не скрипт, так работают механики лоидов. Здесь любая работа сопротивляющаяся в пулу. Потом проверяйте размер пола какое-то время. Размер пола зависит шанс найти. Быстро строим. Да кто там ищет миссию, вы издеваетесь? Никто же не должен ничего искать. Материалы конспирации, алло. Так, инопланетные расчистили. Конечно, без первого инженера тяжело. Как вместе с севшей тарелкой не угадаешь. Ясно. Эксперименталка скоро будет. Неужели мы до искры доживем? Четыре работяги от самого Мстителя ищут. Я не сканю там ничего. Я хз. Как они? Перебор по стандартным миссиям. Честное слово. Так, здесь ускоряем проникновение по-любому. Уже пора. Так, это освобождение региона. В Новгороде стартуем. Зона испытаний. Искра, потом еще одна искра, потом еще одна искра. Итак, штук 10 делаем. Такой у меня план. План Капкан. О-о-о-о. Очень плохой поезд. Просто. Просто отвратительный поезд, ребят. Самый поезднутый поезд из всех поездов. Хрен это самое. Туда нужно внутрь прям зайти, для того, чтобы увидеть. Тебе нужно сейчас прям туда бежать, резать. Ты прикладывал пара окнам разжечь. Можешь, шанс К-6 приходит, так мне нужно... Так, а, тик ходит. Да, кубик. Справа что-то происходит. Думаю, наверх нужно пытаться идти. Так, с тобой все понятно. Мне непонятно, что на крыше. Конфирмал. Не нужно спросить двадцать. Не нужно спросить двадцать. Я все на это. Все на это. Сейчас мы вот к этой стеночке подойдем. Ай, ну зачем мы сюда идти? Куда ты идешь? Блин, идут реально. В общем, сильно идут. Сильно неприятные идут. Здесь можно уже увидеть слишком немного. Я. Увидел кого-то уже. Да как? Да меня же там не видно ни хрена. Капец вся карта. Да как? Там четыре клетки от... Туфа. Я смогуיך. Да. Они начинают. , все на столик. Ты идешь вверх, я вам остановлюсь. Ага. Дальше, я aktivлюсь. Да. я оставлю на овер людей и никого здесь не видит проходит финал турнир топ-чел гг и зебе а че ты рекламируешь то турнир не на не тематическом канале меж меня аж там нет охренел что ли пес ладно бы я до финала дошел ты же засудил там всех накрутил танюшку обидел наверное и в окна было кидать ты можешь поддержать турнир кстати я в курсе как это работает давай вак шесть человек ах как хочется вернуться ну что нет да да опа нет вижу на блин ладно здесь мы тогда гасим протоколом нападения дроны я не вижу вообще я вижу тут дрона которого тоже бы взорвать сначала час права у меня люди сейчас забираться наверх будут флангануть могут болен короче ситуация хреновая но попал все таки потому не туда не так сделал я сейчас больше беспокоить два человека под углом здесь которые сидят это ладно там еще один пак подержал я речи привет давай вот это опасный момент нет 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 надо поставить пять шести пять спецов четыре штурма черт вот и все вот и все вот и все пройдешь на изи ps приложения нового уходит ток деньги но не сообщение блин репорт через приложение пожалуйста сделаю у меня тут как бы все ну вы увидите что происходит просто ворвался и и ушатал я на 6 3 не спалить ну там уже три ранения тут 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 у 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 нау не зря я боялся у у у у у у у у у удивил так четыре хода о продвинутый взлом лечим и лаяром что у него всего один хит остался я госпитале нет это просто минус на месяц человек уходит здесь дезориентация пошла три человека еще кстати я забыл где один ой да ладно сейчас спину выстрел да не он не должен добежать хорошо так надо бежать вперед спецом надо здесь устраивать обрывашки но скорее всего через блин у меня второго лечения нет второго медика же должно быть лечение есть лечение хорошо ах как хочется вернуться так теперь я знаю что такое худший донат это когда можно советую 5 копеек хоть не играл в моды хоть и не играл моден 5 6 искр 5 спецов 4 штурмаша вот и все вот и все пройдешь на изи спасибо модифицированный расширенный поехали дальше так а чё у меня тут раненых больше нет сильно раненых нет я вижу но где-то один активный товарищ мне вот не нравится наличие активного человека спрячь ская так а можно следующий ход пожалуйста ладно а что как это работает где-то был а вот тварям полина мне еще чат не уж еще одно ранение там он за кавером если не успеваю черт как мне врываться лишь нужно бежать еще творишь добро а может отсюда я смогу грянку кинуть вниз могу да ну потом не знаю может здесь даже подлечиться сначала давай сюда как хочется вернуться миссия трындец мы с нами что господи да мне нет слов 4 ранили стоимость контакта конечно тут промазать попасть по-своему можно зачем по-своему ой вроде ранен прокачал специалистов называется ломаем ну что что происходит ну ребят ну хватит 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 какие вот я уже забыл когда я попадал в там 40 плюс 40 минус точнее 50 плюс 50 минус 50 минус это правда же потянутся у кори уже надо каким-то макаром госпиталь делать но я вообще хотел стравятника бахнуть сначала типа моды ядра ресурсы ладно подкрепление то чёрт с ним я даже его подожду она же бонус xp я тут подсмотрел что хромовники своя белка крашка по не просто лечится залечивают ранение да ладно что что рон дон дару дару постреляемся чья рука в кадре куда ты стреляешь о молодец ну опять на 50 на 50 суп так и должно быть промах 22 там видимо красный туман там вышел новый патч с бага фиксами да ладно заживем попадать начинают бойцы или что какие там самые главные баг фиксы любопытно оператора день рождения ладно улетаем и сейчас я так отлетаю просто по ранениям надолго пойдем ставить патч пойдем ставим сейчас бы во время стрима патчи ставить четыре ранения там вроде убрали доб здоровья от счета хромовника да ладно даст что нет нет долго что ли это может просто привести к техническим проблемам просто четыре человека улетают протокол нападения давай нападай сапер но да конечно конечно да помеха пошла взлом десятка очень крутой продвинутый модифицированный расширенный прям шикарно так а сколько мне нужно партизанки для того чтобы только месяц могу взять да мне нужен сержант стервятник сапплай экстракшен мишенс рекуя ах ты блин это ж моя тема они фиксят всю халяву которую я успел найти ну типа похищение требует по крайней мере четырех крэйтов чтобы 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 считались успешными иначе типа бесплатная экспа оооо господи какой что какой там алло стрикс ты хотел чтобы я накатил сейчас вот это вот патч где у хромовника нет хп и мои любимые миссии халявные убрали что ли ну ясно ну ясно так у нас там дарк ивент правильно ведь да еще контакты с сопротивлением слушать а может быть слетаем на черный рынок построим все таки этот больничку то кажется разрабы на стороне адвенты но они вообще нубасы да давайте 150 на этот ну так больше хардкора больше как больше первых миссий я согласен полностью полностью поддерживаем лс ну потому что полку сочетки слишком просто подчеркиванию слишком просто ваш канал на 100 рублей сообщает хороший патч мне главному секту иду нравится медик понерфили что как что госпиталь делаем госпиталь до раненых там на месяц я лучше через семь дней госпиталь сделаю поэтому и не играю вот с разрабами строить шансов для игрока ну там скорее всего такая же самая тема что разрабы сами не проходили не играли они слушают общественность которым на изи слишком просто вот и давайте-ка мы вот это вот вот эту вот штуку сделаем посложнее то есть не увеличиваем сложность ну не не увеличим сложность низких уровней сложности так скажем да а потягиваем общую чё не могут там товарищи посложнее сделать игру и тогда нормально вроде все будет не взломайте компуктер мне нужен спец мне нужен а кто здесь нужен блин тут что-то и народа то у меня нет уже в новом патче нужно открыть первую сторону за три ученых тринджа что нет 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 что я только вышел просто со страткой фаст эти весь мой обуз просто весь мой обуз весь мой обуз а а если я сейчас доживу а потом про патчу короче я сделаю первых искр на этом патче вот но я же начал на старом как бы логично правильно блин вот они паразиты капец и главное наверняка что там никто из этих ничего не прошел на максималке с аиронменом псы охренеть а лод стрикс говорит давай накатим патч накатил бы я ему после такого просто ставим патч играем героев да 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 персональный боевой на взлом что за дела на самом деле разрабы фан игры вар тебя годами троящий игру на максе на самом деле со стримом еще вроде эту версию никто не прошел и там разрабы играет стримит но что то нет на самом деле не стоит верить предложениям которые начинаются с на самом деле взломайте горит специалист новобранец новобранец мне неким идти сюда можно вытащить снайпа советника убежищ может мы до эвакуации випа дождемся а после слова кстати идет информация которая совсем не кстати да 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 блин а когда он восстановится людям 12 часов заступника давайте подождем с ним будет всяко попроще так заступник пошел у нас специалист да ниндзя все таки да все таки снайпер да новобранец да новобранец а вот седьмого я не хочу что то брать потому что и так мы на неделю отправляем людей внимательность это овер не то улучшение оружия модифицированный расширенный модифицированный прицел в патче исправлено что можно прилететь на миссию за випом дать ему почему улететь себе и засчитает не знаю я думаю это утверждение что типа пофиксили тот баг который мы с вами случайным образом нашли так новобранец раз-два с таким фатиком и ранением есть ли смысл продолжать трай ну да сейчас миссии не так много больничка сделаем будет получше а фатик здесь какой у нас 6 человек раненые там из 30 где вроде нормально пока за упыря сегодня будет о не знаю ой не знаю ой ой так наверное сейчас хотя мы освободимся и еще одну миссию можем попытаться здесь найти села адвента 1 бдительность такая быстрое строительство рейд за материалами сейчас заканчивается ну не рейд а этот так и здесь я бы наверное на разведданные переключил народ так эвакуация випа трофей адвента ученый первый привет джин привет пофиксили так ты как я не знаю миссия так прям трофей адвента с какой стороны мне подходить лучше к этому ко всему безобразие справа и слева и слева и справа так лемминг дым лемминг дым святошум саппорт гренка боли да тут у меня вообще ну людей нет считаете нормальных давайте попробуем отыграть это вакуум то есть обход возможно даже через по границе не хочу на крышу это слишком сейчас рискованно близко получается к пролететь на миссию на устроение вив дать ему по зубам улететь без него еще раз успеть до патч прекрасно хороший челлендж о материала у материал адвента здесь уже ребята смотрите что нам тут припасли тогда я точно иду через через это так сектоит привет умру после вас никак не просто против всех чувак приходит тебя с таким никнеймом нужно вов играть на рейды ходить так материалы 16 баксов а я же забыл капец я забыл что мы открываемся после того как открывал я уже был на такой миссии разок это плохо 17 баксов мне могут миссии стоить добрый чё подскажите пожалуйста что за таймер нижнем углу не знаю мне попросили сделать таймер я сделал спуле ли кого-то ох мне здесь фланг может быть но они разбегаются очень хорошо очень хорошо гренка может докинем о хорошо а давай здесь и свою кричит кроу будем взрывать взрывать их полностью дальше или нет там одного уже кавера нет а давай попробуем подойти пострелять получается правда ты стреляешь поэтому вдруг лут 80 мимо понятненько когда взрываем стараемся всех вместе с лутом открыть ящик 17 баксов терять инвиза фэйлить миссия без сцены до минус добычи минусы 17 баксов это 17 баксов как верно замечает эксперт там горит уже все я тут зажечься могу все очень близко очень близко друзья а тут же вышка тут уже вип так что надо я думаю сокращать рядом с випом как правило а вы откуда твари то есть еще справа будут так хочу делать рондон дон взлом что рефлекс тревога на карте понятно так а как а не знаю как далековато далековато ой 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 так дроны мы с вами как бы все ой хороший этот светошум пошел раз с кузим пробуюсь а это снова ты гринка пошла тогда сюда дрон попытаться убить одной гранатой и парой выстрелов но это как бы вообще не факт даже не близко говорят ой ой 60 процент может выключим его там сейчас мне погасить человек мне восстанавливать его нечем 68 понятненько да у меня по-другому медики прокачаны то есть это даже не докачан до протокола восстановления сейчас минус один будет скорее всего на два хода просто не не достают да ох повезло из ориентации только хорошо на вере стоит пёс пёс сектоид ну конечно же нам не хватало сейчас еще третьего пака поэтому давайте заносим что это такое а подожди а сектоид может с схода со своего просто панику сделать что и давно вот давно ну здесь последняя грянка 6 человек у них кавер сняли хорошо эти цели весьма уязвимы что сделать там протокол помощи и давай лучше нет протокол помощи протокол помощи не заканчивает ход какая же грязь а хочешь от отбежать и тут бац 60 16 баксов и как это можно пропустить то там солдат отвенту брать цена оооо какие люди и моем привет даже команду смертников беру только по предоплате у нас еще мест нет пролетарий тоже может затесать вообще никакие шансы пролетарий да Слушай, ну во-первых, нас тут унижают Возможно новый Трай Во-вторых, у нас нет У нас нет мест, мы не даем имена У нас только имена выданы Просто выданы имена, понимаешь? Просто выданы Короче, жопа сейчас творится Еще зомбаря поднимает У меня два человека паникуют Сектоит один фланговать собирается Сейчас одного еще глушануть могут Хорошо, не оглушил Дезориентация может быть Мимо, хорошо Надо сектоит и справа вырубать Каким-то макаром Пускай, да, тебе Так, дезориентация на правого есть Паника продолжает работать Блин, тут этот, тут этот А здесь тот Что делать неясным Пять Я вижу четверых Фланги подставляются У меня следующий ход просто Сектоит Может так Кружить и все Раз, два, три А, нет, нет Я всех вижу Так, но это уже лучше Что за рефлекция Что за отвлекающий маневр Ну, справа мы дезориентируем От зомбаря мы избавляемся Остается три цели Унижения начнутся Когда ты пойдешь на базу Избранной Там всего пятеро человек Взять можно Да, мне уже Рассказывали все Эти вот страшилки Страшилки от беляков Вообще не страшны Перезарядка Где за ориентацией Расскращать Умирайся ты, блин Ну, а как же еще Так И вас двое, да Значит, там так А здесь так Попробовать флангануть Сектоидерса Давай Да не может быть уже Больше здесь народом Я бы еще даже Этим подошел Спецом поближе Да, потому что Надо ломать уже Надо ломать Ломать надо, понимаете Ломать Ломать Или подойти на половинку А потом Бах А там нет нормальных Бонусов Давай так Чтобы это не значило Капертура Мы работаем Сектоид отступает Немножко Не дезориентирован Здоров Как бык Поднимает зомбаря Дезориентации У меня больше нет Мигранта У меня больше нет И этот Уходит типа От фланга Но мы его фланганем Здесь под полу Кавером Бах Так Не дезориентация Есть Слушайте Это вот Та самая Дезориентация Которая мне так Нужна Давить Где зомбарь Еще раз Нет зомбаря Вон зомбарь Стоит Какой ты дурачок Миш Флангуем Раз 84 Как же вы мне дороги А Вообще Надо бежать уже на Ивак Кидались дезориентацию Всеми пробегать Справа В это Ну потому что Сейчас я еще долго Буду Пытаться Пытаться Убить вот этих вот Дальних Здоровых Зеленых Блин При этом Скоро подкрепа Нафига Мне это нужно Блин Только я не знаю Как мне Ломать Вроде так Не давай Всеми бежим Просто Нафиг Ну потому что Потому что Потому что Ну Нет Или флангануть Попробовать Убить Подставить Спинку Свою Ты не убьешь Его Скорее всего Что есть То есть Давай лучше Куда-нибудь Сюда Ах ты Смотри Какой А Проденем Крываем дверь Повстанец Повстанец 50 на 50 Ну я уже забыл Когда реально 50 Мне выпадало В таких ситуациях Уже Наверное Седьмой Взлом С такой вот Пограничной Вероятностью И Все равно Бестолком Так У меня фланганет Если что Да Вип Побежал Эвак То далеко Вас там Все равно Надо пытаться бежать Овер Рывок Там Дым И он попадает Свои 35% Они все попадают Им нормально У них как бы Работает все нормально Срабатывает Где нужно Пытаюсь свалить Уже раненый Сектоид Подходит Тварь Только не цепляй его Пожалуйста Резентация Хорошо Ну потому что Сейчас бы Если бы он В контроль пошел На три хода Это была бы Совсем другая история Вот он Возможный был Фланг Все попадают Вообще Хотя царапина Повезло Прозака Не добегая До Эвака Мне видимо Нужно здесь Прикрывать Фланговать Спасаем Ученого Подкреп Уже идет Безориентация Неприятно Работает Да и ранения Неприятно Работают Нам сказали Сейчас будет Еще один Эрфман Там еще Беляк Пришел Не факт Что здесь Я убегу Наверное Лучше Так И заханкерить Может взорвать Кто это Вообще Да он флангуется Он ранен И вряд ли Он что-то Сделал Блин Еще бы ходик Продержаться Без Это самое Без Дезориентации Без контроля И так Опасно Очень Пул Пул Я по краешку Иду Стрел 16 материалов И все И понеслась Опять Не пишут Вероятность К сожалению Кто ходит За фулкавер Но он раненый Вот это Балахат Сейчас Кроум Могут Понятно Контакола Восстановления У меня нет Так То есть Здесь Нам нужно Что нам нужно Его флангуют Убивают Просто с места Нет Закинуть Дым У тебя в любом Случа Надо Тебя сюда Подходишь Кидаешь Дым Я не добегаю Еще и Медикам Нееет Нет Нет Закидываю Дым Пытаюсь Спасти Пою же Шметь Ах ты Гад Может Зарвется Машина Ад Просто ад Перезарядка И Как они попадают Раненые В дыму Я не пойму 26% Арива Ай Арива Арива Спаслись Тоже чудом Исключительно На скеле Друзья Просто на скеле На безумном Скеле Спаслись Четенько Там откидка Одна Откидка Вторая Выиграли Там Время Выиграли Тут Три ранения Тачка Вроде Неубиваемая Может быть Как никогда Нам нужен Госпиталь Шестнадцать Шестнадцать Баксов И первый Ученый Майнер Представившийся Как Светлана Шумовая Поддержала Ваш канал На 100 рублей И сообщает Привет Майнер Я конечно Рыбачка Майнер Можно ли Вырубить Кулаком Оперативника Которого Взяли Под контроль Можно Можно Вырубить Был такой Светошумовая Так А что У нас Там Строится Майнер У меня Был один Майнер За компом Чертовы Майнеры Да 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 Бдительный Стрим Да Ищем Забейте На эти Миссии Просто Забейте Тут Единственная Миссия Там 20 10 Процентов Ну Засада 20 Процентов Вообще Плевать Да Вот это Конечно Стартуем Стартуем Сегодня Мы с тобой Стартуем Кроу пусть Будет Все-таки Сейчас Гранатометчиком Потому что Мне Подожди А сколько у тебя Гранатометчиков Скажи мне Пожалуйста Трое Как раз Четвертый Нужен Ох На той неделе Крупнее рыбку Поймал Неплохо Неплохо Что это за Рыба Я плохо Разбираюсь Но вижу Что она Больше Твоей головы И не надо Говорить Что это Ракурс Просто Ясь Ясь Здоровенный Ясь Окунь Да Ну я беру Трех людей Которые у меня есть Вообще Я хотел бы Третьего Четвертого Снайпа Сделать И то Что попытаться Все таки Миссии На рейд На материалы Выполнять Адекватно Ну типа Максималки Брать Он рыбак Вообще Сложновато Будет Очень Сложно Будет Ребят На прошлой Неделе Они забрали Весь Мой Улов Ладно Надеемся На помощь Наших Штурмашей Надеемся На Несильные Паки Но секретные Я чем дальше Тем больше Разочаровываюсь В центре Секретных Операций Реально Потому что Вот эти 20% Они срабатывают Через раз Боли маги Воды Про рыбку Супер Крэзи Фокус Что там Да 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 Сразу Пул Но это Стандартная Вещь На этой Карте Даже Не на этой Карте В принципе Здесь Ох 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 Делать Нечего Придется Аркадить В надежде Здесь Оглушение Сейчас мне этот Этот куб Справа. Вот убиваем. Засада, опыт. Прикинь, 4 мэка в засаду. Это да, но пока мы до них доживем. Так, давайте искать врагов здесь поблизости. Они, как правило, всегда есть в определенных... Ага. Сразу две партии. Ооооо! Вот это пачка, ё-моё. Капец. Вот это пачка, блин. Две пачки сразу. Они выходят. Змея и два милишник. Милишник. Вообще, они мне тут сразу трёх из четырёх убивают. Блин. Я не могу флангануть. 59. Ну, круто, конечно. Ну, точно не дым. Ой, хорош! Снайпер попал, попал, попал. Попал, попал, попал. Здесь убиваем офицера. Офицеры! Не совсем. Придётся рон-н-ган тратить вторым. Офицеры! В общем, желательно с этой стороны подойти, потому что мы можем сейчас второй пак увидеть. Так, да, островятник нужен. By the numbers. Ультра-защита — это максимальный мод. Максимальный. На защиту. Так, не хочется ближе подходить. Да уж. Тут только стреляют, пока грянку некуда кидать. Ну, конечно. Ну, я пытаюсь этих басануть. Причём, надо сейчас будет ниндзю отвезти назад, потому что если он сейчас... А-а-а-а... Он не сможет, да? Андрей молится. Да хватит попадать 20%, алло! Вот сики, а. Да точно здесь грянку надо кидать. Ну, мне сейчас могут вообще легко шлёпнуть, если он ворвётся, на. Если нужно ниндзя опять... Ну, видимо, очевидно. Короче, закидываю дымчанский сюда. Опять вот эта вот трава, которая... На которой дым кидается только строго в определённых условиях. Ну, как будто... Это кавер, на самом деле. Должен лишить возможности набегать. Спасибо, что второй раз 20 не попал. Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мь. А вот следующий пак. Сектует, который... Зомбаря воскрешает. И уже подкрепок. Капец. Это плохо. рангана нет отбежать уже то есть пулить по ким погнали не факт что я здесь докину и не факт что мне вообще нужно я не докину там блин какая грязь или обновить на этого светошум да видимо так придется сделать подходим так будут рвашки делает один на следующий ход мы с ранганом продвигаемся на полный ход и вырываемся нормально здесь пока надо вырубать 1 и вырубать 2 то есть 2 гранаты кидать ближних на правых забивать покажет 2 пофиг на лут тут как бы так можно ворваться конечно но это уже такое крайне ненадежное 1012 или подставить ниндзю не хочется его подставлять давайте подойдем поближе стреляем по флангу чтобы было проще того бит хорош подкрепщись пролетает это плохо это назад на моего объем штурмаши у меня как на подбор это фланг скорее всего блин нет а вот это плохо фланг ниндзя оказывается который я не заметил бочка взрывабельная фланг ниндзя оказывается фланг ниндзя оказывается врываться не хочется естественно гренку я не докину до туда естественно давай попробуем снайпом сколько он немного отнимет много отнимет но можно после после выстрела туда добежать она зато он гарантирован не давай взрывать пробуем может и много отнимет черт его знает там столько до сразу минус все 55 жестко да я тут не могу ничего сделать повезло ну с паникой я не могу ничего сделать овер эти спалились два синих это овер овера но у нас молниеносным что вы и ускакаем скачем ускакаем так пришел с себя пришел с себя ускакаем давай пробуем 44 не знаю нам больше цели нет убежали раз убежали два убежали три только штурмаки штурмовики на этом месте а спасать я буду четырьмя искрами если доживу просто чтобы оба ханкер делать этим хорошо два хода и мы будем дома нормально покоронения нет ол олройд валим раз не валим два что-то поделать два ранения главное циктоиды свалить неправильно встал вроде меня этот не флангует но все равно лучше не надо было так вставать жесткая миссия ну когда отправляется какой-то нубас сюда на миссию правильно это же а у меня отправилось считаете два нубаса непонятный снайп непонятный новобранец все уходим скорее всего сейчас один ивент процентов 30 40 понятно стреляет все таки да гад ай ты попал 34 а ну е-мое ну надо было напоследок вам подгадить да 13 процентов это что странно какой-то промах был все улетели там 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 и там 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 мастер клинка гранатометчик наш сапер выдохни включи рыбар рыбак у нас уже был ультразащита всего 7 защиты дает по крайней мере материалы получили что будем делать здесь у нас конспирации минималка по доходам здесь у нас взломайте передатчик разработкам а у нас уже нашли улику первую миссию освобождения региона здесь выполнили да госпиталь через шесть дней мне кажется надо в штабе заступников госпиталь форсить рыба да была да ничего не все нормально где-то хим вскрытие солдатам а а я ж зону испытаний не могу сделать без без реле питания блин либо мне прокнет ивент либо я инжа закину да 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 это конечно ну ранение ранение это так навоевал конечно в этом месяце рейд 5 дней 5 дней неплохо конечно но кем мне идти туда да ну кем кем отменять проникновение видимо а там дарк ивент не можем ли мы как-нибудь на халявку справится снайпами советник убежища есть один второй 3 на проникновение маловато будет Ну чё это такое? Все люди должны были воевать Такой фейловый старт А, нет, у нас три снайпа, хорошо Три снайпа Допустим, ниндзя есть Два новобранца на первое звание Давайте попробуем Рейд вещь хорошая, в пятером Ну, на пять мы помещаемся Наверное, в четвером Ну, поместимся в пятером Но, скорее всего, там на тир надо будет снизить Лес Лес, лес, лес Сейчас мне некем проходить Это кроме как ниндзи и снайпами Остатками причём Сколько их там? 10-12, хорошо, начальная Не, повезло, что нашли Так скажем Повезло, что нашли Ещё бы моды Но модов у меня вроде как Особо то и нет В целом снайпы хорошо работают на миссиях без ограничений по времени И отроди закрывал Абсолютно спокойно миссии Типа там брал Ну, на рейды в любом случае ходят Специально для этого снайперов уберёт То есть они хороши на двух типах миссий Как минимум уже Это на... Как советники убежища Потому что На халяву расстреливают тоже всех А второй вот на таких безлимитных по времени миссиях Точно нужен какой-нибудь ниндзя Дмитрий Михайлов вообще прекрасно выглядит 6-15 Commanders Choice И может быть возьмём пятого Если поместится нормально Давай ультразащиту Ему, в общем, манёвренность нужна, конечно В первую очередь Поместится ли у нас пятый? Не помещается Очень стрёмная миссия будет А если проникновение? Ну, а как тебе штурмаж, по-моему, поможет? Не особо он тебе поможет Жалко, прикладов нет Или только один есть Автозаряжение и лазерное Автозаряжение И прицел Крайне сложно будет перестрелять всех Тем более у меня нет бонуса Ай-яй-яй-яй Штурмаж, может, и поможет А если мы двоих добавим? 7-9 с проникновением А стак? 10-12 Я потрачу проникновение Плюс штурмажа возьму Так, а мы точно? Есть у нас разведанные Есть разведанные Вообще Эти миссии, конечно, надо пытаться Ну, чтобы был все нормальный отряд Где-то с четырьмя снайпами Кто-нибудь для контроля Типа Пулича Ниндзя обязательно для страховочки Для подсветки всего Этого дела Погнали! Но миссии я больше сканить здесь не буду Потому что нам некому Сканить уже Давай переключимся на материалы И... Быстрое строительство Надо пытаться дожить до госпиталя Вытянуть раненых И к следующему месяцу Госпиталь готов Я даже туда сейчас закину ученого Сейчас такой бонус будет по восстановлению О-о-о-о Правда, все равно есть 18-20 дней Так, Энжета надо куда-то поставить Копать под зону испытаний Как минимум И при этом мне нужно еще построить Мы же после вскрытия солдата Уже зону испытаний можем делать То есть, по идее, мне уже сейчас Давайте на черном рынке что-нибудь сбагрим И здесь давай на материалы Всех Последние Несколько дней Собираем Совет от эксперта Не слушай советы на базу Продавать нечего Нам нужно 120 Блин, а куда я 120 возьму? Ну, рейд за материалами будет в целом Так что Ты успеешь Но тебе бы сейчас вот 120 сделать И сразу штампануть Чтоб к тому моменту Когда у нас было готово Ну, появилась возможность строить Хотя ты все равно не построишь Из-за расчистки сплавов Из-за техники Можно сюда отгрохать Зону испытаний А сколько она жрет? Скорее всего, троечку стандарт Эх, 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 эх Че мне делать? Расчищать с бонусом Может, им же надо же взять Да Все таки Скральчатиной Лежит посреди комнаты Лапами сверху И тарахтит громче телевизора Миша Как успехи? Мы уже всех победили? Ты ласкал, что минимум Три четверти твоих побед На счету экспертного сообщества чата Я хочу не жакать от второго Все таки Пока не поздно 129 Нельзя это ничего продавать Увы Зону испытаний я быстро не сделаю Михаил Лисецкий восстанавливается Это у нас кто? То ли спец, то ли ниндзя, да? Ниндзя Это отличный повод, чтобы уже где-нибудь снова сканить миссии Вставить его советникам пока что Погнали, ищем Так, взломайте терминал Погнали Первое место Потом рейд за материалами Второе место Надо бы еще одного снайпа сделать из леймингов Последующие рейды Надо бы стервятниками прикладов надыбать Надо бы стервятника сделать для начала Для этого нужно этого заступника прокачать Ооооо Михаил Привет Там у нас оказывается не тот формат Не все принимает гуги Так Ага, у нас 8 ходов У нас контакты с сопротивлением, но Блин, ну это метро Так, кто-то уже есть Очень опасный дрон Рон Дон Дон Как я не люблю этих стартовых дронов Так, здесь заступник Ему нужно весь Все давать, короче Все экспо Мы быстрее до сержанта докачаемся Побыстрее сделаем стервятника Быстрее появится мода Вижу мирного Впереди Ну и понеслась, да? Он меня уже почти перекрывает Я бы попытался еще обойти Каким-то макаром При этом надо от него прикрываться Понимаете? А-а-а Уже перекрыл А-а-а Это снова ты Кое-как вообще тут все происходит У меня Абы как Абы как Ну тут что поделать Ну в идеале он, конечно, улетает Но он не улетает Обычно такие гады не улетают Он флангует меня И понеслась Так, ну цель не так далеко Во-первых, я сразу кидаю ваг Куда-нибудь сюда Надо патрике сделать бронебойный Лемминг тут Да что ж такое Протокол может 62 Да что ж такое Я попробую его захватить Ну 62% управления Управление Давай-ка 74 Давай, родной Ну почему мне так не везет? О, повезло Так, хорошо Дрон с нами, дрон за нас Мой первый дрон, рон-дон-дон в этом трайм Это только начало Потом мы будем просто пачками захватывать Есть у нас доступ уже Будем к мирному идти А тут сразу пак можешь сагрить Я бы не стал Я бы сделал разведочку ниндзи Тиснул бы материалу мирного Надеюсь это не будет По-тихому Оп, оп, 8 баксов Вот и увидел Хорошо, молодец Хорошо Но двигаться я буду по левой стороне Потому что там главная цель наша Ну куда вы топаете? Ну что за закон подлости? Не надо сюда идти Они идут Они идут Ладно, мы вроде далековаст Опа, новый пак Тра-та-та-та-та-та Сразу убрал и сразу лут О, еще один мирный О, если кто-то подходит сразу на овервотча Снайпер стреляет, но он не умеет стрелять на овервотча Но попадает двойка, еще выстрел Царапина, царапина Спасибо, Юлия Не доходил? Не доходил Как тут дойдешь вообще? Как? Ты видишь вообще как они? А, у меня же дрон еще тут передо мной Так, погоди-ка Погоди-ка Что мы будем делать? А, дрон-то наш Блин, ой Ой, у меня крыша уже едет У-у-у Рашин Не трогай, мы свои Агрю полностью просто Все, что могу Все агрю Вон пак Опасный, двое черных И один офицер Подходим, раз Офицеры 43 Офицеры Сейчас справа скоро вылет Ага 7, 8, 9 Это все, да? Что у нас есть Это все Как же хочется ворваться Вы бы знали Ладно, давай 47 Ну, 50 на 50 Что делать Снайперу Метки ставить Не хочу Там мало кто стрелять может По нему Пока что Лучше на него даже Грянку закинуть Я бы на... А, надо было дым кидать Ой, дурак Так что у меня саппорта Еще остался Дым Ну да, надо закрывать Ну, я понимаю, что Скорее всего Они будут стрелять По... По дрону Но я бы прикрыл Заступника Жди моменты На обрыв Понятненько О, ну метку ставить Видите, не на дрона А на заступника А стрелять по дрону Держись, друг Мы возьмем тебя на базу Будешь пиццу доставлять На самом деле Это вранье Да Эти Взбудоражились Но они Так На снайп-пабе Год Это и плохо Так, давай-ка Нас неизвенность Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Привет На чечептор Привет Удачи в игре Спасибо тебе большое Спасибо Вот реально От души Новый год ПС Превращаюсь В оранжевика Они Терриются Как на Сицептор Если интересно На Сицептор Спасибо Буду знать Так, все Кто-то убили Паника прошла Но Там лут Пропадает Там фланги Намечаются Здесь Намечаются Тоже Заварушка Блин Я бы Ушел Снайпом Потихонечку Попытался Бо Закинуть Дезориентацию На двух дальних Но мы слишком далеко Но на двух Это конечно Ты закинешь Я вижу Даже на офицера Хорошо было бы Закинуть Потому что Гренки Неприятно Это все Снайпом Видимо Клинчанский Ой Вилл Да ладно Но На чечептор На чечептор Гораздо веселее На чечептор На чечептор На чечептор На чечептор Еще дым Или ворваться Да куда ты ворвешься Алло Эндлих Эндлих Сорок Ну Такое Да Ну там Неуязвимость У нашего На один ход Рисовер Стреляет Гад Ну вот он снял 4% Неуязвимость То есть Последовательность Хреновая Ваш канал На 100 рублей И сообщает Берет Знать он Вот это Тихо Хотят Джерика А тут Спасибо Буду знать Джеричи Джеричи Ты че Ты че Ты че Начинаешь Че за обидки Добыча пропала Отключение сети Кстати уже Скоро Думаю близко Блин А не факт Мне кажется Надо в рыбашке Вообще Всегда устраивать Погнали Ну потому что Ой Опасно Опасно Играем А Жеричи Так Так А есть Кому убивать Этого Офицера Пока нет Ладно Давай Тут Один Шанс Понятненько Тут же еще Сектоит У меня И в рыбашке Сбоку Так Офицер Надо врываться В него Получается Надо идти сюда И бахать И бахать Звучит конечно Не очень цензурно Но у меня выбора нет Но надо критануть Разок К сожалению Чтобы его убить Увы Спасибо игра Ну два по сорок Метку убрали Тему эту Подлутали Подошли Убили Протоколом Скорее всего Тут Подтягиваемся У Леминга Собираем Бабло Восемь баксов Не лишним Пробуем так добить Чтобы не тратить Протокол Ну А я даже Сейчас уже Ай молодцы Все Сейчас получается Ломаем Ломаем полностью Третий Леминг Снижает стоимость Контакта Давай Ну Как эту полоску Я ненавижу Сейчас посмотрим Сектоид заходит Видит Поднимает зомбаря Ай молодца Пулеметчик не добегает До нас Но было бы неплохо Увидеть где он Для того чтобы Ворваться Ага Вот он Настоящий чемпион Грянкам туда нужно Как хочется Вернуться Потому что Грянка здесь Как раз Подретуширует Хорошо Их Не убьет точно Но Спесь собьет Вообще дико Тут протокол нападения Скорее всего Спецом Да И в рывашке А можем мы Заступнику Все таки Продать опыт Суждновастым Но возможно Возможно В следующей жизни Когда я стану кошкой 40 Есть Там наверное Правда Невозможно Ну здесь С диваном Экспертом Вырываемся Надеюсь Не подгораем Ой Красивую миссию Прошли И все равно Расширенный Раз И Эвак На следующий ход А где он у нас еще Мирный Давай баксы сюда Слышь Все Нет ранений Весь лут собрали Никого не взорвали Выиграли где-то еще 30 баксов Тиснули у мирных Подкачали Кого надо подкачать Надеюсь Сержант получим А я подгораю 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 Ничего 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 Нормально It's time to go Странный состав Но он справился Я имею ввиду Что здесь еще снайп был Который мне Кстати помог бы Сейчас надо вернуть Снайпера в убежище Без никаких Учислять В целом Учитывая то Что мы Никого не потеряли И в целом Миссия не фейлили Вытащили ученого Вытащили инженера И Я думаю Что у этого Троя есть шанс А вы заметили Что когда критический момент Заканчивается Положительно Майкер трет лоб Это меня вызывает Остаться Со статуями Статуями метро Которых труд на удачу Да это я Да Это привычка какая-то Интересная Испарину Типа Вытираю Да Вахтер Какой сержант уже Капрал Нет Сержант следующий Рефлекс беру Снайп 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 с небес 30 материалов 28 Реально Ну что ж Я бы построил Все таки Реле питания 10 дней Но мне нужно Расчистить Инопланетные завалы Для того Чтобы зону испытания Сделать А я уже через неделю Как бы могу Как бы понимаете Контакты С сопротивлением Очень хорошая тема Плюс один контакт Вы фактически Себе там Четвертый регион Можете Присобачить Тактическое чутье Защита Повышена Игорь КХ Восстановился Да На материалах Такое Скорее Проникновение 10-12 Ну сейчас будет Очень жесткая миссия У меня тут Три снайпа Один ниндзя И штурмовик Моя задача Ввести снайпов Максимально далеко От как можно Большего количества Баков Желательно Чтобы это было Возвышение И при помощи Ниндзи Ну стандартной Этой связочкой Попытаться Расстреливать врагов 10-12 врагов Привет Лев Лев Лайф Так у нас здесь угол Есть возвышение Но на эту штуку Я пока Естественно Не полезу Я лучше буду Убегать Раз Убегает Два Кого-то увидели Уже Блин Ё-моё Что за Что за хрень Просто Сразу змея У меня нет прикладов Соответственно У меня нет прицеливания И они идут на меня Капец Сначала Ну это Ну это конечно Жопа И зебель не понял Вообще В этот Мой Наркотики Нездоровый образ жизни Удалить 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 весь контент Нет Не давайте попробую Все-таки спрятаться Как-то Понимаю Что сложно Попробуем Хотя бы За кавером Ну аниматно Что сделать Сейчас минус Все будут Да Фланг и До свидания Да ГГ Или нет Нет фланга Я в шоке Не отойдут Все-таки Да Проходит Что же такое Что же за рез Такая Ну я тут Снайпами Ничего не сделан Такой дистанции О Если они сейчас Будут так стрелять То хорошо Мин змея Да Понятно Ну тебе Ну достал Ты отвлекать Я же тебя Предупредил устно Что не надо Поплудить Блин Пытаюсь Дрона убить Хорошо Жалко Ниндзя Спален 69 Мало А у тебя же Молнина Снова Иксом До победного Да Если не будет Нового Ну если не будет Нового Трая То да До победного Но сейчас Проблема В следующем У меня Ниндзя Про это самое Разревелился Понимаете У меня Это значит Что Толявного Убийства Не будет Я не знаю Как быть Пытаюсь Уйти Нафиг А5 Сейчас Надо Перезаряжаться Овер Перезаряжаться Овер Ждать Ходу В 5 Никуда Не выходить Даже Золотом За этим У меня Как будто Это звук Из старкап Сейчас Только что Был Прям Один В один Может Мы там Стрэндж На стриме Ивак Набыл оставить Да Мы видели Врагов Блин 2 3 Я не знаю Как быть Здесь Разбежались Не очень Хорошо Сразу Стреляют По снайфу Блин И сразу Кровотечение Ну все Эвак Я не могу И сорваться Надо пытаться Делать дым Стабилизировать Человека Чтобы попадали Наши 50% Но мы Не будем Попадать Все В общем Там Это ГГшечка Я заново Начну Естественно Ну Я Во-первых Не выживу Здесь Никак 5 ходов Гадалки Не ходим Овер Сейчас Станговать Будет Мы Мажем Но Тут Низкая Вероятность Овер Этот Отбегает Блин Главное Оба Пака Близ Кажется Мне придется В определенный момент Вбегать Рискуем Пытаюсь Восстановить Подъем Но Надо Сейчас Пытаться Столка Адвента Ранить Пробуем 62% Ну Ко Ну Ребят Ну Надо Попадать Хоть Хоть Когда Нибудь Такие Вещи Пожалуйста Капец Третьим Хоть Когда Нибудь Нужно Попадать Такие Вещи Ясно Все С вами Блин Ну Твари Просто Просто Твари Уходим Под Вот Здесь Ну Ну Должно Вести Хотя Бы Когда То Перезаряд Ковер Как они Ближе Подойдут Надо Врываться Ну Пожж А Ну Хотел Тут Захочешь Не Попадешь Массовое Подавление Это Плохо И Достает Гренкой Соответственно Ниндзя Я не Ворвусь Уже Дезориентации Ой Как Много Там У У У Да Это Перебор Только Один Человек У меня Нормально Работает Так Ну Здесь Напрашивается Снять С Опрессом Выстрелом Раз Одного Убили Перезарядка Я Будет Продолжать Закидывать Я Пытаюсь Попасть Леммингичу Ну Это Такие И Самые Опытные Ребята Есть Транение Это 8 Человек Еще Такой Пак Из 4 Человек О Слава Богу Попал 33 Еще Есть Шанс Еще Есть Шанс Еще Одна Дезориентация Вторая Последняя Надо Сейчас Обновлять Блин Дым По возможности Еще Лечить Того Хорошо Так 34 37 Точнее Самое Опасное А дым Это У меня Нет Хорошо Ранение Царапин И Речо Поддержал Ваш Канал На 100 Рублей И Сообщает Сенсей Пожалуйста Научи Как В такие Моменты Ты Умудряешься Не Материться Разве Может Русский Мужик В такие Моменты Отдел Да Я Не Особом Линда Капец В чем Секрет Да Блин Ну Родители Не ругаются И Привычки Такой Нет Соответственно Сейчас Быть Пережить Бездым Обер Пожалуйста А Хорошо Нормально Живем Ребята Живем Живем Все Дезориентация Снята Обновляем Дымчанский Лечимся Несси Из миссии Просто Одно ранение Да Надо делать Как отродина Эти миссии Просто Пачка снайпов Погнали Специально Именно так Поставлю Дымчанский Сейчас На дистанции Мы их Должны Перестреливать Только Вот этого Товарища Нужно Поранить Немножечко 50 Какой 57 Постреляю По тому По кому Больше шансов Ох ты Ж Ёжик Я могу Побежать Резать Но я могу Нарваться Когда побегу Резать Еще на 4 Человек Поэтому Учитывая Что у них Там 10 15 Вероятность Мне лучше А у меня Там 30 50 На дистанции Лучше Мне тут Постреляться С ним Ферштейн Вот так Вот Не ори Ивак Есть 42 Есть Герой Пошел Давай Еще 42 Второй Пойдет А так Хотелось Так Хотелось Вы бы Знали 47 Кетча Да я вообще Снайперов Не люблю Но На Два Типа Миссии Они Незаменимы Да Надо Здесь Видимо Надо Здесь Видимо В ханкере Сидеть Ну Чтобы Вот Этого Не было Получил Ранение Хорошо Я не помню Если указание Сколько Висит Ходо Два Что Лим Два Три Ютуб Говорит Гуф Один ход Один ход Увы Так Что Давай Офицеров Кажется Дольше Ай Это был опасный выстрел Давайте Спробуем Два Хорошо Еще бы Последнего Не отпустить Учитывая Учитывая Что он Скорее Сейчас Паникует Побежит К паку Но Увы Не получается Ладно Давай Перезаряжаемся Готовимся Может быть Имеет Смысл Действительно Сейчас По Это Самым Во-первых Подлечить Нужно Дмитрия Михайлову Может быть Даже На крыше Имеет Смысл Сейчас Срашануть Снайпами Если Они Там Действительно Далековатым Ну то есть Пак Там Где-то Справа Насколько Далеко ХЗ Ютуб Говорит Если что Локалка У меня Делается А нет Стоп Назад 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 Срочно Шумят Они В другом Месте То есть Может быть Конечно Он И убежал В ту сторону Но Пака Там Нет Так что Давайте Кая Это Самое Хорошо Shut up Just Do it Сейчас Можно Играть Чуть Чуть Контактнее Товарищ По крайней Мере Ниндзя И штурмаж В теории Могут Врываться В последний Пак Я бы Снайпающ Вправо Увел Но Есть Вероятность Что Там Я Встречу Может И стоит Новостной Поотвести Давайте Проверим Увидим Лима Здесь Кого-то Или Нет Опасненько Друзья Опасненько Странно Я Сюда Забраться Мне кажется Как только Заберусь Сразу Начнется Экшен Первый Рейд За Материалами Я А Увидел Сиктоида Увидел Сиктоида Внизинке Ага Но Они Они Идут Если Сиктоид Не Идет К Бобру То Бобер Пойдет К Сиктоиду Потому что Все-таки Сверху У нас Шанс попасть Побольше Первый Пошел Второй Пошел А вот они Я не успел Забраться Там Милишник Сиктоид И обычный И тот Недобиток Че Не постреляем Даже Оп Есть Контакт Ооо 50 Вот это Дал он Милишнику Офигеть Так Я бы Хотел Ворваться Я бы Хотел Ворваться Расщипчик Да Расщипчик Работает 67 Ах Как Хочется Вернуться Ах Как Блин Ну что Такое Может Подсветить Лучше Дальнего Ты же Хотел Подсветить Дальнего А как Подойти Там Подойти Аккуратно Да нет Так не получится Лучше сюда Без Раннгана Да Не С Раннганом С Раннганом Ну Гренку Кинем Слон не Прощает А Это Слонидзе Ооо Все вопросы Сразу Должны Бля Отпасть Флангуем Раз Снимаем А Слушайте Здесь У него Есть Еще Это Два Индзи В этого Врывается Три Блин Как вытащил Вообще Респ Аховый Не Давай-ка Гренку Не хочу Провоцировать его На стрельбу Не нужно В следующий ход Мы все равно Его убиваем Ниндзи Убежал Голозадый И куда ты спрячешься Зомбаря поднимает Ай молодец Ай умен Какие данные Вы только посмотрите Смесь А смесь А кто это делает Хотя потом прилетит Давайте убьем зомбаря Не уверен Что мне дают опыт За него Но Может на этих миссиях Вообще Анлим По опыту Два Рома за странников Не дают опыт За них дают Что Ой Ой-ей-ей Оглушение Ну вижу Не должно быть Если оглушим Спасибо Ну типа туретка Не должна стрелять По идее Эй Эй Режь его Режь пока спит Шух Правильно Говоришь Что нельзя смеяться На сектоидом Голопопом Оооо Я уже думал Что все Это реп А это взятый Первый Ресурсный Первый рейд За материалами Трупы Материалы Опыт Туретку Добиться Ну ранение Есть конечно У Дмитрия Михайлова Легенькая Снайперу Уходит на Месяц Надо будет Вернуть снайпов В убежище На Отворонение 50 баксов 9 сплавов 10 кристаллов Трупы 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 вайпера можно вскрыть в зоне испытаний патрики делать так давай сначала вернем раненого нет нельзя раненого назначать насколько я помню нельзя усталого можно так здесь бдительность 5 давайте мы в конспирацию ходим на двоих оставляем на материалы наверное здесь бдительность 4 очень нигде ничего не могу делать или невзирая на бдительность попытаться попытаться ну арк мы можем карательную ну хотя сила адвента 1 вряд ли ты карательную там же там же сила адвента 1 2 ничего не происходит вообще да да то есть да сканируем контакты с сопротивлением раз мне нужно срочно развед данные чтобы третий регион подключать новая цель 13 понятно бдительность 5 закончилась закончилась втором месяце у нас собираем материалы скрыть солдаты адвента можно зону испытаний бахт блин как же мне быть там реле питания доделаются создавайте наверно 3 винжа возьмем чтобы быстрее раскопать материалы собираем новая цель 9 дней устроить а зачем мне привлекать внимание адвента например для того чтобы перехватить ресурсную миссию давай устроим диверсию в начале месяца ой дурак ой дурак ну это в этом есть резон потому что если мы перехватим если мы будем нормально сканить хотя у меня там всего шесть человек мне нужно везение для того чтобы найти то у нас может быть рейд за материалами в течение недельки почему персональные боеволия ссориться не могу выдать так два штурмаша два штурмаша лучше оставить на более толковую миссию здесь наверное мы возьмем у нас он сколько леммингов непрокаченных давай проверим что у тебя гранатометчики 4 все по плану 4 ниндзя вполне хватает 4 снайпа пока хватает специалистов четверо тоже хорошо ну все ты так и хотел в общем то куда новобранцев хороший вопрос куда новобранцев можно пятого снайпа на на миссии кто тут у нас на рейды как раз еще беску прокачал здесь давай так спецабы прокачал развед данный как раз да давай пятого снайпа сделаем тем более у нас ранен один да и он может не выйти да он точно не выйдет 13 дней ему устанавливаться с ума сошел 5 13 3 17 это ниндзя еще один до медленный вот он еще один снайп так гранатометчик снайпер специалист специалист средства многовато ну на прокачку опять же хотя кстати лучшую модифицированную настройку спуска выдавать кому правильно спецам у них оверводжи которого ты который ты не качаешь из-за того что типа важнее другая ветка это ты потом собирался прокачать интересно молодец слушайте устроить диверсию памятника адвента вообще не сложно может все-таки штурмаше взять на эту миссию да нет она довольно простая потому что подкрепы крайне редки давай здесь тогда больше обычных гренок почему не могу персональные боевые модули выделять партизанка же есть я уже выделял что за баг а недоступных ой да такой баг дальше до собираем материалы здесь диверсия очень наглая наглый старт миссии очень наглый собрали ресурсы ориентировочно идем берем инжа 2 здесь бдительность такая что лучше ничего не делать прицел представляет ладно ради 10 баксов я готов на все покупаем инжа 155 материалов у какая боль если не сразу купил я бы дважды подумал еще точно у нас же lab is currently idle простаивает лаба давайте гибрид ком так будем ли мы будем сканем здесь новая цель два дня эвакуируйте инжа большая карта рандомить не рандомить крайне сложно большая карта но инж важен я думаю что надо лемминга начнем нельзя брать эксперты диванного с чатиком 20 человек михаил ты уверен если убрать ненужные пару предметов 20 человек михаил если без счета пойти 20 человек это нереально жалко новая цель 8 дней эвакуируйте инженер это очень хорошая миссия ну во первых нам дают неделю на это все обязательно нельзя надо боевого брать что он будет разведывать беру беру кого кто есть что миссия важная там как насчет производства хотя бы одного аэропатрона ну так чтобы дронов пробивать специалист обязательно и там пару леммингов и после этого мы уходим в добычу материалов потому что или все таки ждать нет вряд ли у меня же две активные миссии раз и два вопрос только кого куда дакфакс у нас плотный быстро бегает это у нас штурмаш третий я штурмашей потихонечку подкачиваю под центр секретных операций чтобы там момент когда мы его сделали у нас были подходящие люди то есть я сейчас делаю штурмашей которые на определенных миссиях безусловно помогают но скорее я думаю о том как мы что они мне пригодятся в любом случае это на миссию это на миссию верлоин скорее всего еще один снайп даже может его имеет смысл сейчас прокачать учитывая то что рейд будет давай снайпером он не особо поможет мне сейчас но мы можем уровень повысить им в рамках этой миссии ага 7 дней кей 17 мобильность очень толковый так штурмовик специалист штурмовик были на может все таки подучить еще одного гренадера взять а он полезнее будет чем на давай космиков гренадеры последний он реально в этой миссии поможет пока мне там раненые товарищи делаем пятого гранатометчика ничего я думал как раз пятого спеца и пятого гранатометчика сделать потому что универсальный что полезные здесь надо бы тоже гранатку сделать это будет третий инженер но инженеры на такой стадии мега важны штурмаш ага здесь blade master здесь протокол нападения ага 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 еще произвести бы р патрончик один ты уже произвел и этому выдал я думал что другая группа тогда не будем отдавать где рейнджером рейнджер это искра то есть я буду сейчас я делаю сейчас бригаду по определенным принципам то есть три четыре штурмовика идут на секретной операции 45 специалистов в поддержку для ломания дронов для починки мэков по той же логике для того чтобы продвигаться вперед помогать мэком саппорт гранатометчики снайпы исключительно как защитники убежища плюс на рейды за материалами и все остальные ниндзи то есть тут места ограничены мест больше нет ставлю на материалы ставлю на материалы сканить не буду пошел в штаб заступников 2 миссии у нас уже есть не посылать почти никому новая цель это остатки остатки очень большая карта нет звезда ринга уклонением очень хорошие 40 кажется аурилай готов и через два дня мы сможем бахнуть зоны испытаний соответственно после этого можем заказать первую искру в деятельность 4 здесь пампу памятника адвенты устраиваем рейд еще один с чего это вдруг четыре дня 14 часов так 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 не вообще повезло но времени очень мало откуда эта миссия вообще появилась если этом даже не смотрел четыре дня так вытаскиваем 1 на и по вытаскиваем 2 на и по эвакуацию випа отменять что ли или диверсию отменять кто здесь у нас два снайпа как раз пули спец проникновения можем ускорить сейчас а как-то можно понять сколько людей будет если мы прямо сейчас устроим диверсию памятника и я хочу диверсию искаем проникновение 79 отлично выполняем эту миссию идем на один рейд и ждем второй ряд ты с ума сошел но дачу делать раздают надо брать 13 15 будет спасибо здесь 79 проверены это постоянно падает беда ильдару написать главное здесь не получать никаких ранений не торопимся почему потому что у нас тут нет ограничений по времени нам нужно просто эту миссию выполнить настолько чисто на сколько просто можно только при себе представить поэтому смотрим видим пока не видим видим дроны ну как я не хочу вот с такого с такого что мне там по спецам опытные есть чё по взлому все два всего лишь а здесь 62 я подойду попробую сломать но он меня не выпустит здесь к сожалению хотя нет может и выпустит погоди-ка не торопись мы же отталкиваемся от того что у нас анлим ходов правильно вот и прячься тогда рома его привет игра интересно очень начало было гораздо сложнее с моральной точки зрения улетай прошу не надо тебе сюда идти ага второй дрон ну как бы нашли двух разведчиков и надо ломать надо ломать друзья пытаться блокировать в идеале два их пытаться за забрать если нет почему снайпы в убежищах там миссия без ограничения по количеству есть еле-еле но захватили первого дрона второго не будем сейчас захватывать снайпы хороши почему я от снайпов отказался в регулярных миссий потому что они во многом с ограничением на количество времени то есть я попытался их сначала прокачать на снайпы которые бегают и стреляют но они все равно постепенно ну разочаровался короче в них вот потом соответственно встал вопрос а где их использовать в убежище с хорошо потому что там размеренные миссии большие карты рядом с тобой никогда никого нет и ты абсолютно спокойно одним снайпером при поддержке леммингов настреливаешь очень хорошо то есть там дистанция огромная времени вагон идеальная миссия для снайпера идеальная вот но мэг ух ты а чё так много уже это один пак что ли чё это чё такое жалко ладно раз два три четыре получается пять четыре шесть это все ну то есть это общественная часть ну как встал вообще отлично это первый ход захватом на это разные паки все-таки надо было грант кидать надо было а он еще двое ставят окей эти двое уходят вправо сейчас мы так не очень удачно мы можем ворваться дрон улетает да я не знаю как лучше если я пойду по центру то есть точно с пули всех не то чтобы их совсем прям много страшно но неприятно но у меня выходит уже из строя дрон короче надо идти в атаку извините но надо идти в атаку чем подходить сюда заходить тоже сюда кто-то снайпер смерть с небесного ни хрена не это самое все очень много целей сверху для снайпа тоже запрыгиваем ну ладно давай крыш ну это второй ход пока у меня дрон ох ты ж ежик последний ход сейчас будет действовать эти уходят ок тогда мы можем подойти к дрон улетает ок дронов конец карт он сейчас все испортится да не ничего не спорти потому что реально стоит отправить его сейчас чтобы вне vision он был у нас на реально ему надо отправлять точно ну потому что здесь я еще мне нужно еще как минимум ход для того чтобы я не готов сражаться сейчас как минимум нужно ой спасибо что будешь все окей окей хорошо хорошо как скажешь сейчас будет жарче друзья я бы спалил еще центральным кем-то действие злома прекратилось ну вроде он вне рейнджа но хотя музыка заиграл такая тревожная эти уходят шесть человек здесь шесть человек да как аааа погнали блин все таки дрон меня увидел тут другой выбегает мэг выбегает обычные так это под гренку милишный псионик фланг так окей так 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 и что это у нас тут подходить ближе пулить следующих 60 52 какая-то чушь 93 53 45 какие цели просто отвратительные у у у что делать но это раз мне не на разрыв еще 52 блин а как не мэка убивает вообще как не мэка убивать же мне раз раздербанит просто рваться вперед не хочу там новые будут даже несмотря на неуязвимость это будет очень больно очень больно будет сожгут убьют да нормально все будет ой дурак пулим всю карту раз это такое себе скорее всего даже надо как-то вот так закидывать чтобы снимать броню еще погнали ну теперь я могу активнее активнее действовать да мы мэка убиваем протоколом нападения раз флангуем миллион людей снайп 52 че еще делать давай надо было дым кидать на самом деле вместо этого 52 попал но раз попал значит не зря здесь что здесь надо протокол защиты на в актером потом протоколу нападения на мэка в актер один выстрел типа вы выдерживает вопрос вопрос так здесь дым скорее всего а тут что фланг фланг мне кажется самый лучший вариант попытаться даже вот этого лучше убить да ладно неужели минималка минималка не стасис даже дым пошел шаду рэмпидж да нет списка то как такового нет а вот это плохо уже потрачено неизвенность я надел что хоть секторит не будет атаковать будут я горю горю неприятно святой воин баф пошел и милишник сейчас еще врываться будет сам не больше беспокоит что у защитника по угорению а это доходит до до сной по даже ранение до ранения блин да огонь идет если надо этого ушатывать снайп не может никак это сделать я хзм протокол нападения тут в актер у нас горит ни черта сделать не может дым здесь скорее надо проходить сюда фланговать убивать посмотрим сколько вынесет если крит то хорошо если не крит то плохо крит значит мы протоколом нападения его убиваем получается да этого скорее всего просто флангуем ствол воина ушатываем но что то не нравятся мне эти фланги тут протокол нападения а ты его не видишь да тогда протокол нападения на это важница раз что то есть конечно протокол нападением уже стасис шторновато не блин как квартиром быть как лечить надо пробую так все равно целей других нету снайпа дай пистолет стоит дай снайпом пробуй 40 но это такое ай-яй-яй-яй-яй ну пробуем гренка убить как охренеть охренеть как один вообще тому урону гренки 25 как ну прощай снайп короче блин что за жопа там 25 написано он снижается при удалении от центра до сейчас на снайпера гасит просто мимо изим догорел надеюсь да только ты на миссию не пойдешь из-за этого ранения и этот снайпер тоже не пойдет на миссию из-за ранения так здесь нам надо убивать непонятно что сектоидом делать стаси снимать этого убивать 60 давай 60 может быть это и правильно других вариантов нет ну блин ну как так то ну ты да достал уже мазать здесь надо фланговать но после того как перезарядка не уверен что нужен протокол да я не могу этого нормально убить чем я его тут убиваю 64 еще разок снайпом пытаемся спасибо ну не улут как выяснилось лечением бс-очку лечим дальше соответственно здесь а мы через круг же не можем здесь переместиться или можем странно что в эту сторону не можем так тут просто выстрел копеечек минус главная задача это вот этого упыря убить для этого надо вниз гренку и десантуру делать ну чтобы заступник точно его убил блин на рейде будет будут проблемы у меня мяк 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 добили и заориентируем остался дрон отправленный назад и сектует отлично жалко добыча но там непонятно было как на нее вообще влетать флангуем подходим раним его мне действие еще за счет прошлого хода дали такой он быстрый капец ладно справились привлекли внимание адвента считается продвинутый пбм-ку можно попробовать взять ну помехи это защита врагов а 25 я понимаю но надо пытаться я уже думаю как нам за материалами пойти на четырехдневную миссию посмотрим кто у нас будет доступен но ориентируясь я на снайпов с ниндзями просто вот пачка снайпов с дымами как и прошлой миссии даже штурмовика не стоит брать жалко отсюда я вытащу только одного снайпа то есть заступник нам не пойдет увы и после этой миссии надо активно сканить еще в этом в этой местности ну ради еще одного ради еще одного рейда за материалами эвак есть зачем эвак миссия закончится сейчас просто такая миссия все заложили закончили он говорит всех надо убить все таки надо всех врагов уничтожить мне казалось что нет все таки нужно так подсягиваемся раз надо было перезарядиться тоже блин а если сейчас затащить еще один рейд а потом еще один рейд это будет конечно мега старт мюф 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 все горит понятно где дрон приблизительно представляю конечно так все-таки подкрепа есть болен надо быстрее бежать к нему о нет я думал это пол ну сейчас сам куда-то улетел он то есть к нему подойти с разных сторон но увидели нет это мирный так плохо а вдруг не успею до подкрепа придется продолжить конец карты надо кого-то на крыше послать заступника очевидно пробую найти его там а вот он он вообще на краю карты все дела так дать нужно лучшим а я не могу так ладно подходим 66 давай голографическое целеуказание тут слишком много людей которые могут пострелять раз и давай попробуем добить магнусом да у нее такая еще пушкам 76 ну ребят ну че че начинается опять ну ну сейчас гасанет еще дрон главное оглушение а не дезориентация да давай отдохнет магнус бахаем как он уворачивается блин правильно все таки голографическое целеуказание поставить а то нам 84 вот эти вот все роботы хороши но ложную уверенность внушают они осторожнее будучи чем андр привет слон а ты точно эксперт так привлекли внимание адвента сразу всех на разведданные в этом регионе и погнали будем пытаться рейд словить рейд уже один есть туда сейчас направляем народ да нам дали еще разведданных здесь возможно мы на следующем рейде используем их 20 years of peace да когда кстати стримы слонидзе дядя слон а ты точно умеешь играть в xcom да 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 так снайпер апнулся но у него тут второе звание прикрытие в этих давайте помеха ладно давайте пытаться набрать народ на рейд во-первых убираем а здесь уже нет никого и здесь соответственно тоже 414 у меня есть разведданные на погашение одной штучки работа еще до конца августа потому что нет времени ну по вечерам ну чего там что-то ну хватит ну слышь так снайпер с фатигом да 1315 здесь еще врагов Ну, я фатижного вытаскиваю, естественно. Так, 7-9. А так, если сделаешь еще, 13-15 будет. Ну, мы вчетвером идем. Какие тут вопросы? Вопросов быть не может. И очень нужны разведданные. Прям, ух, как нужны. Что по модам. Модифицированный прицел шикарный. Модифицированный расширенный хрень. Настройка спуска кое-как. Давай-ка попробуем тебе выдать. Давай, unequip barracks сделаем. У заступника возьмем пушку. Да, у всех возьмем пушки. Здесь вам нужны прицелы, извините. Еще я пойду к заступнику, вытащу у него. Но все равно пока что он ранен на 9 дней. Пистолет может быть... Да, пистолет стоит взять. Они бесплатные, они только маневренности лишают. Но эта миссия не про маневренность. Это миссия про то, чтобы выжить. А что на буллпапе опять эти моды, алло? Вы офигели, что ли? Откуда мода на буллпапе? Может, у меня два буллпапа просто? Какой я молодец. Хотя, вроде, я не менял ему оружие никогда. Так, давай к штурмовика посмотрим. Да неважно, кого посмотрим, надо. Снайперские винтовки, хорошо. Теперь уже точно все. Реется материалами. Раз, два, три, четыре. У них у всех смерть с небес есть, но толку? Так, лазерный прицел. Давай модифицированный прицел. Модифицированная настройка с пуском. Дальше здесь прицел. Настройка с пуском. Ну, этот готов. Модифицированный, хорошо. Стоп. А почему у нас такая вот пошла тема? 10-12, а? Надо до 150 довести. 150, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Это будет весело. Три снайпа, один ниндзя. Убить 7-9 человек. Погнали. Дальше надо сидеть здесь, сканить. Просто сканить, присканить. Вешать тут пару советчиков, советников убежища. Слушайте, может быть, даже сюда ученого направим, а? Понимаете? Чтобы еще обустануть вероятность ранним нахождения. Мы же только что диверсию провели. Но у меня этот единственный ученый сидит и пытается восстановить людей, а они очень нужны. Так что пытаемся просканить. Бдительность 7. А-а-а! Инопланетная техника расчищена. Спасибо. И здесь мы делаем зону испытания. Одного бакса не хватает. Вы издеваетесь? А-а-а! Райдау говорит. Чатик, собираюсь на штурм второй гениагональной базе на плазму. У меня декабрь, первая плазма. Тихо уровень 19 избранные поджимают. Первое деление аватара осталось. Пожелайте удачи. У-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у! Еее, у меня минус 2. Пришло заряжаться на стриме. Привет! Да, у нас тут такое Такое себе Делаем сразу зону испытаний Апрешиейт 7 дней до первых заказов В зоне испытаний Бдительность 7 Мне не нравится такая бдительность, если честно Но я должен до следующего этого Досканить, по крайней мере Новая цель 7 дней Освободить из транспортного Сюда бы ниндзя послать 7 дней им неплохо Или пошлем нормально людей А тут нормальных нет Почему нет? Там вытаскиваешь спеца Есть у тебя гранатометчик Есть у снайпер Не, ученый, я думаю, нужен Давай вытащим советников убежища Опять Ну, ученый Ученый 7 дней Алло Что может быть с высокой бдительностью? Сложность в выявлении миссии Ну, нахождении Блин, 3 спеца пойду сейчас Так Окей Очень странно у меня составы Но, понимаете, я составы делаю таким образом Чтобы, когда появились искры Я уже, ну, у меня все нужные люди Но Проходит уже третий месяц Искр нет Хотя я целенаправленно в них иду Как бы, а мы без рейнджеров Немножко Приуныли Не, лучше специалистам дезориентацию А Снайперу дым Если выбирать уж Потому что у снайперу Значительно больше вероятности Докинуть до своих Чем До чужих 7 Капец Вот это запар, конечно, у меня тут Но я продолжаю сканить Потому что сейчас Адвент может Стягивать силы Слушайте 10-12 Не-не-нет 7-9 Погнали 7-9 4 человека у нас 3 снайпа 1 ниндзя Это будет опять Перестрелка на Диком Западе Если без возвышения Плохо будет Я не посмотрел еще Какая местность Лес Это маловероятно Что в возвышении Я не уверен Но кажется Бдительность на активность Олении влияет И с возможностью Переброска войск Шанс детекции Вместе фиксированы Мне сказали, что здесь О, возвышение есть Не понял Это угол Я в этот угол иду Первое, что мы делаем Это мы жмемся в угол Друзья Просто жмемся в угол Угол, угол Жмемся Чем больше дистанции Тем выгоднее мне Все, уходим Начало лучше, чем в прошлый раз Когда у тебя Сразу змея И она идущая на тебя Ой-ой-ой-ой Стопы Три человека Здесь Паки будут такие По два, по три 7-9 все-таки Я бы сейчас снайпов В разные точки поставил И пулял бы вообще С другой стороны Блин Или наоборот Оставить их здесь А вот ниндзи как раз Уходить Ну мне не нравится то, что Очень далеко мне до них Да, надо просто ниндзи Видимо с другой стороны Их вытаскивать Смотрим, как они ходят Куда они ходят Мне нужно, чтобы под снайперов Они подставили спинки Ну и чтобы желательно Подальше ушли Да Мы в принципе Можем даже по ним Начать стрелять Так Куда торопишься? Ну как бы А что бы нет? Числящик адвента С броней Потому что они дальше Уйдут Давай-ка дальше Да, уходят налево Мне бы их подсветить Не только их Вот уходят Вроде хорошо Давай-ка снайпом сюда Обойду слева Посмотрю на задную На пак Увидел, что здесь стоят Да Жалко ни одного приклада Не выпало Я бы сейчас приклады Прожимал Как Как Ненормальный Кто здесь самый опасный? Числящик скорее всего Не добежит Ой А это уже плохо Это уже очень плохо Я не хочу сейчас Чтобы они меня Они меня Проводят Капец Как неудачно вышло То есть ниндзя У меня в очередной раз Ой Ну чё ж я полез Так-так близко Ну они то туда То сюда Четыре Давайте, ребят Надо Есть три Есть Минус один Ой Хорошо Постреляли Вроде как Потому что мало Мало хитов убили Где, где Почему тот не тот А этот нет А, убито У этого два хита осталось Хорошо Так, ну что ж Здесь мы пытаемся Ракетчика забрать У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у 58. То есть он враги не слева. Хорош. Ладно, сейчас лук можно взять, правильно? Приклад. Еее! Ну, ниндзя у меня проявился. Жалко, сейчас приклад не присобачить. Да, снайплы так с наблюдением не особо. Но на крыше лезь я не буду, потому что центр карты. Я бы попробовал все-таки как-то ниндзя подсветить. Змея через дом. Что-то мне не нравится. Давай-ка мы хотя бы разные точки возьмем. Не факт, что мне хватит дистанции для того, чтобы расстрелять. А вот и следующий пак. Сектоид, сектоид. Сектоид. Ладно, сектоид. Овер, овер. Так, 63, да? Кого кто видит? 43. 64. Давайте стреляем. Тут нет смысла ставить метки. Пытаться надо. Хорош. Минус овер. Блин, могут реально сейчас захватить просто всех и все. Мимо. Здесь овер. И ухожу сюда. Причем дальше ухожу. Ну, захватит меня паника и все, до свидания. Овера нет. Это фланг. Отлично. Лежнего мы можем подрезать немножечко. Поэтому мы должны фланговать. Не знаю, сколько у меня там сможет его увидеть. Это тоже может. Можно флангануть. Он поднимает зомбаря. Здесь надо как-то очень аккуратно ниндзя подсветить. Желательно двоих. Не вижу, не вижу, не вижу. Видимо, так. Так, что у нас тут? 97. Не то. Капец, не то. Че делать? Подставлять не хочется. Так, я подставлю 100%, да? Уууу. Там два фланга. Давай так. 97 опять не вижу. Здесь не вижу, здесь не вижу. Охренеть. Вот это я дал просто стране угля. Ни один из снайпов его не видит. 98 мимо. Кажется, это конечное. О, 88 вижу. Только нужен крит, а крита здесь не будет. Просто удар. Ну, все, молиться. Все, зомбарь. Я не знаю, как мне от зомбарей отбиться. Какая-то может под контроль, запаниковать, а если под контроль, то до свидания вообще. Паника, значит, до него зомбарь дойдет. Это, кажется, я слил мисси. Да, эти уже здесь. Зомбарь идет. Так-то я мог ворваться, ниндзя, хотя бы одного убить. Но сейчас снайпы, особенно с меткостью 98, с миссами не справляются. Этого убивают спокойно. Три зомбаря, я никак их не убиваю. Особенно учитывая штраф. Как же он близко подошел. Я 180, 89, 80. Надо убивать этих двух ближних каким-то макаром. Эх, эзэ как. Промах 89. Все, гг. Пистолет не взялась. Это все равно доходит. Мне надо хотя бы вот так пробить. Убить этого. Ну, сейчас минус снайп, минус ниндзя. И до свидания. Блин, что за миссы? Вот 98 реально зря. 87 реально тоже зря. Пошел по 7. Самарай Старрс говорит. Привет, Михаил. Давно тут не был. Года 2-3. Помнишь? Горный король. И чай с лимоном. Нет. Нет. Снайпер кое-как живет, но это такое. Этот не доходит. Так, паника снята. Здесь надо, соответственно, делать дезориентацию. 100%. Раз. Надеюсь, у него есть один зомбарь хотя бы вызванный. Нет? Нет? Да, есть. Фух. Еще можно вытащить, пацаны. Капец. Еще можно вытащить. Правда, тут 77 и непонятно, что делать. Отступать, что ли, от него полностью? Ну, этому-то надо что-то делать. 77 и не убьем его. Я не знаю, мне кажется, он дойдет. Сейчас, убегаю. Скорее, даже овер надо делать. Тут, не знаю, тоже убегать получается. Да, это жесть, конечно. Тут не хватит мне дезориентации. Еще один контроль на снайпа. Навер. Сейчас главное, чтобы этот зомбарь не дошел до снайпа. Мне кажется, дойдет. Попали 6. Не дошел. Дошел. Погибает сразу. Ну, не надо мазать 98 просто и всем. Здесь, в любом случае, овер нужен. На... Я тоже не торопюсь. Что-то подобить. Что-то вы реально добить. 65. Ты его и так добьешь, скорее всего. Блин, был бы... Ну, это... Неправильно я сделал. Неправильно, потому что неправильно. Зомбаря добиваем. Там все еще с 32. Кто это здоровый? Попадает по нашему. Зомбарь его не остановить никак мне. Либо я врываюсь с Блэйдмастером и убиваю. Ну, здесь не должен вроде попадать. Ну, ты бы хоть за каверс... А, дым. Хорошо. Ну, как хорошо. Палка о двух концах. Если мы убиваем сектоиды, то ок. Если не убиваем, то не ок. Убиваем. Хорошо. То есть, зомбарь падает, получается, да? Да. Перезарядка. Пытаемся его оглушить. Повезло. Но у меня в там флангу и другой сектует. Он раненый, правда. Он убегает. Хорошо. Что делать? Приходит в себя. А может, еще вытащим миссию? Да, минус снайп. Но это не минус трайп. Правильно? Мне кажется, сейчас самое главное не лезть вперед. Вот прямо сейчас нельзя лезть вперед. Надо встать за овер. В смысле, за этот. За каверы. Перезарядиться. Вернуться сюда ниндзей. Это фильм ужасов просто. Не игра, а фильм ужасов. Один сплошной. Ну где овер-то? Никто ничего не может. О, сейчас из них захватят. Это будет конечная паника. Этого надо пытаться убивать. Под полуукрытием. Штат два. Давай. Есть. Хорошо. Блин, вытаскиваем. Крис такой жопы. Повышение. Так, что он делает? Уходит. Влево на пар. Ох. Ох. Реально фильм ужасов. У нас осталось трое. Там осталось еще четверо где-то. Ну, либо трое, либо четверо. Я должен уводить их... Я должен уводить их... А может быть даже и на крыше сейчас надо рашануть. Снайпами. А потому что пак слева получается. И... Не, я отнесли вам. Айвак, да у меня нет назад дороги. Если эту миссию не выполню, то я не готов продолжать. Продолжать жить. Да. Я посмотрю, что там за пак. Змея. Мне кажется, надо второго снайппату даже уводить. То есть просто вот куда-то. Может даже сюда. Ну, потому что так больше шансов на пострелять. Но это не может быть quiet. Ты слышишь что-то? Эти вот штуки мешают диким. Я понимаю, что я сократил дистанцию. Блин, они близко. Что зря я сократил дистанцию. Я попробую ниндзи влево уходить. Чтобы они с большей вероятностью подставляли мне фланги. Увидели кого-то. Да, вот они. Капец там народу. Ой. Так, фланг в фланг есть. Хорошо. 92 сектует. Раз. 68, блин. Есть. Извинить. Куда мы уходим? Мы уходим сюда за фулл кавер. Змеюка-падлюка идет. Прикрылась ад. Травит. Сиктоит. Прикрылся. Раз. И сейчас, может быть, гагашечка. Из ориентации. Ладно, держимся пока. Это подставил мне спинку, да? Да. Держись, держись, держись. Да, я понимаю. 90. Раз. Крит, хорош. 52. У-у-у. Не могу, да? Ладно, 52. Ай. Черт. Что делать здесь? Здесь ханкерить. Она уже здесь. Мимо 20. Овер. Перезарядка. Хорошо, этого мы сможем. Этого мы сможем убить. Если что, паника, контроль. Пофиг. Держись, 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 держись. Капец, сейчас слон там сидит. Думает, как, как вообще? Что, запертый вообще, бобер? Да, слонидзе? Те сейчас здесь. Есть. Изориентация снята. Осталось два человека. Но мы не видим змею. Мы не видим, мать ее, змею. Мне кажется, надо резать змею. Ну, а что я еще могу сделать? Овер сработает. Овер сработает. Обновляется отравление, но я лучше. Ну, а человек осталось. Мимо 9. Держись. Все, мы сейчас ее должны фланговать. И этого, кажется, тоже. Овер, хорошо. Держись, держись, держись. Ханкер. Так, 95. Давай. Надо. Опа. Ханкер. Слон, там, да, синих-то улыбается. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо бежать. Леген мы, endlich, лос. Бин давай. Скинный бит. Хальте, стелу. 53. Ну, сейчас меня он может убить. Реально может убить сейчас меня. Хорошо, попали. Сейчас вызываю зомбаря и все, и что я буду с ней делать? И контроль пошел. Охренеть. Что за миссия? Зомбаря поднимает. О-о-о-о. Семен Семенович. Горянка кидает. Молодец. Сейчас он сам снайпом моего может убить. И начнем. Зомбарь уже идет. Я не знаю, как убивать. У меня он сейчас бегает от зомбаря? Да хватит. Придешь из себя, нет? Придет из себя. Ха-ха-ха, блин. Что? Все, побежали. Да, я вижу, что там овер. Но, как бы... Я же не убегу от зомбаря. А эта хапа уже за мной бегает. Я не убегу от него. Как же мне быть-то? Ну, на овере можно его попробовать принять, конечно. Или чтобы он заблудился, или еще как-то, не знаю. Они уже здесь. Паника опять, да? Или контроль, не дай бог. Контроль. Капец. ГГшечка. Все-таки ГГшечка. Либо я сейчас его убиваю, либо... Зомбарь убивает первого снайпа, и дальше все. Ну, что там, 60%? Нет! Как достал! Ну, все, тогда. То есть, свалить, чтобы он не видел, куда зомбарем бежать. Вдруг он не будет бить меня тут. Будет. Ну что, достойный трай, я считаю. Что, ты мапхакер, да? Знал, на какую клятку падать, да? Вон, кулак есть. Используй его по назначению, кулачок. Бьет. Минус. Все. Хороший трай. Все, друзья, спасибо. На сегодня все. Ну, что вы хотели? Новые темы, новые штуки. До мэков так и не дожил, блин. Уже третий трай, я не доживаю до мэков. Но будем стараться, будем пытаться. Спасибо, что смотрели. Я посмотрю сейчас, что у нас там по... Ну, короче, если будет продолжение, то будет продолжение на канале Сокола в PUBG. Но, может быть, и не будет. Давайте. Пока-пока-пока. Спасибо, что смотрели. Сейчас поставлю записи заливаться на ютубчик. Увидимся с вами завтра. Спасибо.